Здравствуйте! Сегодня занятие по недельному разделу Вайгаш, занятие с Равином Исраэлем Эйзеншарфом из Риги. Привет, Исраэль! Привет, привет! Ну, наверное, название стоит все-таки отдельного внимания, поэтому расскажи нам, потому что что-то необычное, кажется, сделал Иуда, когда подошел к Исраэлем Эйзеншарфу. Приблизился, да, Вайгаш, приблизился. Но есть разные объяснения. Одно, что он физически подошел ближе, и на этом заканчивается комментарий. Другие говорят, он подошел ближе, чтобы быть услышанным, чтобы никто другой не слышал, кому не надо. А другие говорят, что он приблизился, чтобы быть не просто услышанным, а понятым и принятым, как делает человек, который приближается для того, чтобы оказаться ближе не только физически, но и с точки зрения смысла беседы или сообщений. Вот есть разные объяснения. Ну, там есть еще мистические, что он приблизился душой. В общем, я туда не лезу. Там уже начинаются спекуляции, начать не кончить. А там есть еще такой комментарий ухо в ухо. Как вы это объясните? Ухо в ухо в ухо. Ну, для того, чтобы подготовить предпосылки, ему нужно было приблизиться. То есть, чтобы его закатели, чтобы он был услышанным. Не просто с точки зрения передачи информации, но еще и принятым на эмоциональном уровне. Есть ли такое объяснение тоже? Спасибо. Ну, там много всяких таких слов. К чему вот эти вот такие дифферамбы? Что ты тоже, что и фараон. Ну, как бы понятно, что они уже оказали весь церемониал нужный. И как бы вот зачем он дополнительно как бы прошаркивается, комплименты делает уважение отдельное? А это, знаешь, сомнительный комплимент. Потому что, если мы возьмем в контексте, то что он ему говорит? Вот ты спросила, мы тебе сказали честно. А ты воспользовался нашей откровенностью и теперь создаешь нам проблемы. Какой был разговор, да? Вот. Ты тоже, что и фараон. Это можно понимать в качестве комплимента, в качестве, ну, признания безоценочного, ну, просто признавая статус. Можно, а можно в качестве скрытого упрека. Вот он язычник, и ты язычник. Он делает, что хочет, и ты делаешь, что хочешь. Он не руководствуется соображениями этики, а соображениями там пользы, как он ее понимает. И ты и так же. Так что оно, это очень двусмысленный комплимент. Или признание, скажем так. Я правильно тебя понял, что он как-то слегка наезжал, что ли, тогда? Потому что приблизился на близко. Подожди, там же не было телохранителей? Они наедине говорили? Или там кто-то еще был? Не-не, телохранители всегда присутствуют. Хорошо. Это, ну, это даже не, ну, как сказать, для этого не требуются специальные усилия. Там, условия, обстоятельства и так далее. Телохранители присутствуют всегда. Если возникает необходимость дополнительная, ну, там приводят дополнительную охрану. А так, телохранители всегда присутствуют. Другими словами, то есть, как бы, угрозы Иосифа не было, но было видно, что как-то хочет обострить разговор, получается, Иуда, да? Даже не обострить, а выделить. Это разные вещи. Обострить – это, ну, однозначно конфликт. Ну, прямой или косвенный. А это выделить. Если удастся без конфликта, то замечательно. На этот счет есть куча мидрашей. Они, ну, как тебе сказать, они интересны по контексту, сейчас мы разберем, но абсолютно оторваны от какой-либо реальности. Когда там мидраши цветисто расписывают возможные скрытые угрозы Иуды, «Я крашу улицы Египта кровью, я выйду отсюда и сделаю то-то и то-то». Ну, это бред. Хорошо? Потому что Египет – это суперимперия. Ханан платил дань Египту. Это много... Империя с тысячелетними традициями. Поэтому какие-то вещи там отработаны, то дальше некуда, еще немножко. И то, что Иуда даже со своими братьями там окрасит улицы Египта кровью, это даже не гипербола. Это просто, ну, бред. У Египта армия такая, которая громила хеттом на вершине их могущества. Ну, о чем мы говорим. И тут, значит, несколько человек возьмут и поставят Египет на обши. Вот. Значит, но... Контекст любопытный, потому что мидраш очень древний. И когда говорится, что, ну, да, вот, на возможную реплику, там, с учетом этого мидраша Иуда, что я крашу улицы Египта кровью, ну, он говорит, да, как мидраш, очень древний, говорит. Ну, конечно, говорит, вы красильщики от имени Иосефа. А красильщики – это очень, ну, для нас это ничего не говорит. А для современников очень даже. Потому что Ханаан назывался Ханааном. Потому что там была Хна. Они были знамениты искусством окрашивания тканей и кожи. До сих пор слово Хна – это вид краски. Так вот, конечно, говорит, вы же красильщики. То есть, что он нам говорит? Вы не евреи, вы ханаанейцы. То есть, как если бы сегодня, например, сказали, ну, вот, там, еврей бы начал себя там пяткой в грудь бить. Вот, там, я еврея ему говорю. Да какой ты еврей? Ты вообще не еврей. А если, ну, мы сейчас говорим доброжелательно, да? Значит, а если вообще грубо, то какой же ты еврей? Ты вообще горе, да? Ну, это все равно, как евреев кайджи. Это оскорбительно, это умизительно. Но в контексте конфликтных отношений это, ну, неприемлемо, но понимаемо. Вот, то есть, он их оскорбил достаточно изысканно, ну, с учетом этого Медраша. Ну, какие вы, вы ханаанейцы, такие же, как все, ничем не отличаетесь. Весь вас, ваш выпендреж, не стоит выеденного яйца. И вот, и все. И слова ваши пусты, и вы сами пусты, никто, ничто, и звать никак, нечего пендриваться. Вот, то есть, вот такие вещи. Поэтому к Медрашам надо относиться внимательно. Но руководствоваться в буквальном смысле нельзя. Поэтому говорится, что тот, кто ссылается на Медрашиках, на истинно последние инстанции, глуп. А тот, кто их игнорирует, тот, ну, еретик. Вот. Вот и все, да. То есть, надо иметь свою голову на плечах и понимать, что это поэтизация. Но поэтизация заслуживающая внимания. Возможно, в каком-то конкретном контексте это был намек на какие-то обстоятельства, которые говорил учитель во время объяснения Тора, так? Ну, нет, это многосложная вся история с Медрашами. Они действительно заслуживают внимания тем, что они выделяют одну или там, или одно утверждение или два утверждения и поэтизируют его, и преувеличивают и так далее. Но инструменты преувеличения и образы, которыми они пользуются, нам очень много раскрывают в понимании современников. Вот как здесь, например, да? То есть, это не голая спекуляция, а на момент, когда вот звучали эти слова Медраша в первый раз, они имели какой-то практически смысл в конкретной ситуации, так? Конечно, конечно. Они намного открывают на контекст происходившего. Вот. Но только с одной стороны. Вот как есть, ну вот на что это похоже. Как если бы мы взяли рентгеновский снимок, какой-нибудь там красавицы, снимок черепа, и начали его обсуждать. Ну да, это правда? Да, это правда. Но это только одна сторона правды. Она нам многое может сказать, но далеко не все. Ну, примерно так. Очень подробно приводятся слова Иуды. И вот если исходить, что Тора — это не случайная компиляция текстов, а во всем смыслу непонятно. В принципе, это тот же текст, который мы уже читали в предыдущей главе. Почему настолько подробно приводится? А еще же Тора обычно тезисно рассказывает. Можно предположить, что тут вообще было... Ну, тут это можно прочитать, в принципе, за минуту, полторы. А если это тезисы, там прям длинная речь, наверное, была или как? Ну, смотри. Тора, знаешь, это есть комиксы, да? Там «Война и мир» там в каком-нибудь сжатом изложении, адаптированном для идиотов. А вот. Но там действительно без насмыслов. Вот. И если интересует, мы сейчас остановимся подробнее. Если нет, то скажи, что тебе кажется интересным. Давай остановимся подробнее, потому что... Давай подробнее, потому что, честно говоря, я как-то вот, ну, я не смог ничего вытащить сам. Пока читал, потому что, ну, мне показалось, это пересказ того, что было. Поэтому действительно интересно, что здесь есть еще необычного полезного. Ну, давай по пунктам. Ау, ты слышал меня? Да-да, конечно, я слушаю. Я говорю, давай по пунктам. Что интересует? Ну, первое, это тезисное, это тезисный пересказ его слов. Значит, там был прямо целая лекция минут на десять или как? Нет, она была намного короче по времени, да? Ну, давай по пунктам. Что тебя интересует? Ты задаешь вопрос, мне надо знать, что тебя интересует. Там много вопросов. Да, я не могу конкретно ничего спросить. Мне казалось, что это просто пересказ того, что уже было. Ну, хорошо, ладно. Видишь, не могу я тебе задать вопрос. Тогда, может быть, у кого-то... Извините, а я могу задать вопрос. Вы разрешите? У меня большие проблемы 44-27. И эти проблемы достаточно широкие и глубокие. Когда он пересказывает, ну, во-первых, это форма, я сказал, твой раб, отец мой. И дальше он рассказывает, как отец формулировал им свою мысль. Они говорят, вы же знаете, у меня было два сына. Так? Моя жена родила мне два сына. И дальше он ведет глубже и глубже эту мысль. У меня такая претензия, будем так говорить, или вопрос. И что говорят на эту тему комментаторы? Он вообще программу Макаренко вообще не читал. Он, получается, один раз высказался им. Дорогие сыновья, у меня только два сына и вообще одна моя любимая жена. Это был один раз когда-то. Кроме того, он с этим халатом тоже сделал одну мульку. Когда он вдруг выделил одного и сделал эту историю. Теперь здесь, вы видите, это так запало им в мозги, что он так же цитирует. Он сказал, что у него было два сына. А что это такое вообще? Что это за подход, когда у него еще десять, как минимум? Это вообще тема меня очень беспокоит. Понятно. Хорошо. Правильно, беспокоит. Значит, сейчас мы разберем. Когда мы говорим о патриархах, то мы говорим о пророках. И мы их рассматриваем не исключительно как людей, статистов в истории, а как активных деятелей, персонажей истории. Что мы видим? Мы видим, что Яакову конфликт между Йосефом и остальными сыновьями абсолютно очевиден. Он был его свидетелем, его участником. Это понятно. То, что братья не восприняли решение, не приняли решение Яакова о том, что он по своему усмотрению определил первородство для Йосефа. А он определил первородство для Йосефа. Братья с этим решением отца не согласились, не приняли. Это не первый раз в семье патриархов. Что он говорит? Вы выступили против моего решения. А решаю я. И если вы выступили против этого решения, то имейте в виду, что первым родился у Авраама Ишмаэль. У Исхака первым родился Исаф. А первородство получил не Ишмаэль, а Исхак. И не Эсаф, а я, Яаков. И если вы игнорируете мое решение относительно первородства Йосефа, то таким образом вы игнорируете свою ценность как членов семьи, членов моей семьи. То есть, иначе говоря, в той мере, в какой вы не согласны с моим судьбоносным для семьи решением, в той мере вы не являетесь членами моей семьи. Это очень жесткое заявление. Но если мы вспомним, что Эвель был убит Каином, что Шем тоже не был первородным, но получил первородство, то мы получаем целый ряд событий, где мы видим, что хронология рождения – это предпосылка. А дальше ее нужно оправдать с точки зрения того, кто решает. Ну, в данном случае Яков. И оказывается, что надо не просто родиться первым, а нужно еще и быть достойным. И здесь у нас возникает путание с понятием первородства. Мы об этом говорили в предыдущие разы, в предыдущие встречи. О том, что на иврике первородный – это бхор избранный, а первородство – бхерут. И таким образом тот, кто родился первым, совсем не обязательно получит первородство. Ему еще надо доказать свою значимость. И таким образом мы приходим к понятию избранничества евреев. То есть от того, что народы не согласны с тем, что Бог назвал и вообще создал евреев и назвал евреев избранным народом, эта ситуация восходит вот к этому конфликту, как к архетипу. То есть мы получаем далеко идущие последствия. Теперь, когда Он им это говорит, они, естественно, понимают так же, как мы понимаем. Да, Он им говорит, ребята, если вы не согласны, вы не в моей семье. Нормально, да? Вы не в моей семье. Потому что с точки зрения вашей логики и я не имею права на первородство. И значит, все наши разговоры насчет будущих задач – это все пустой звук. Значит, если с вашей точки зрения мое решение нелегитимно, то и я нелегитимен, и вы нелегитимны. Но я так не считаю, Он говорит. Поэтому помните, что вы, ребята, родились только потому, что я сначала полюбил Рахель, вашу тетю, женился на ней, получил в нагрузку, в добавку, в довесок Лею, и таким образом вы все родились. Но вообще-то моя задача была Рахель. И у Рахель первым родился Есеф. А нравится вам это или не нравится – это ваше дело. А вы все родились благодаря тому, что я полюбил Рахель. И Рахель там дала знать Лея, как себя вести. Так что вы все побочный продукт, ребята, если будете сильно выступать. И им это, естественно, не нравилось. И вся эта история с попыткой убийства Ясефа, а потом продажи в рабство – это следствие вот этой коллизии семейной. Теперь, для того, чтобы прекратить разговоры о том, кого считать первородным, кого не считать первородным, он шьет яркую, полосатую, пеструю рубашку лично для Ясефа. Чтобы не было вот этих попыток доказать, убедить, интриговать, враждовать и так далее. Поставить все точки над «и». Да, это мое решение, ребята. Где мы видим аналог, что царь Давид для своих детей велел пошить цветные рубашки. Для чего? Чтобы показать это «мои дети». Почему это еще важно? Чтобы они обращали на себя внимание пестротой одежды. Это значит, что если он ведет себя недостойно, чтобы сразу могли ему на это указать. То есть это не столько привилегия, сколько знак обязанности. Веди себя прилично, на тебя смотрят. И вот этот обычай выделить будущего наследника среди других яркой одеждой, это очень древний восточный обычай. Он начался еще до Якова и закончился гораздо позже в событии жизни Давида. То есть это попытка прекратить конфликт, а не создать его. Незнание этого обычая приводит к ошибочным выводам о том, что вот он выделил любимчика, и это вызвало зависть, ненависть, и вот из-за этой рубашки евреи оказались в Египте. Нет. Евреи оказались в Египте не из-за рубашки, которую пошил Яков, а из-за непризнания детьми решения Якова. То есть, иначе говоря, это был семейный бунт, конфликт, который разрешился, и то не полностью, когда Юсеф открылся в браке. Так что здесь претензии обоснованы только в том случае, если мы не знаем исторический контекст. А в Торе есть такое требование. Изучайте все дни предыдущих поколений. То есть не просто годы, а все дни. И это требование Торы. Если мы это требование Торы не актуализируем, то мы получаем массу недоразумений, которые исходят из незнания исторических реалий. Вот что. Поэтому вопрос ваш вполне уместный и правильный. Но он нуждается в небольшой исторической справке. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Такая позиция. Я ее первый раз слышала. У меня много будет вопросов, поэтому вы меня, пожалуйста, останавливайте. Это нормально, что есть вопросы. Буквально небольшое отступление. Когда мне надо готовиться к Зуму по событиям жизни в Египте, то мне приходится каждый раз обкладываться литературой по истории Древнего Египта, предыдущих периодов и этого. Только тогда становится понятным, почему фараон так спрашивает, почему они так себя ведут, что правильно, что неправильно. И если мы сравним, что говорит Йосеф Якову, что говорит Йосеф братьям по поводу встречи с фараоном, что он говорит фараону, что братья говорят фараону, то вот в этих разнице того, что происходит в живом диалоге, мы можем выстроить целую картину эпохи, которая видна из дворца фараона. Мне понравилась фраза, которую ты сказал, что не соглашаться с решением папы, который выделяет кого-то, это значит, что отказываться от своего статуса в семье, принадлежности к семье. И здесь такая мысль, что мы, когда не соглашаемся со своей ситуацией в жизни, то мы фактически подводим Бога, мы не выполняем свою роль, мы отказываемся от всех возможностей, которые Бог нам предлагает, если мы не принимаем свою ситуацию. Да. Поэтому смотри, что у нас получается. За что я... Слушай, я не искал повода, просто вот к слову. Почему после там пяти лет на их ламывание я все-таки согласился, на зубе и все дела. Вот. И считаю, что ты был прав. Что Бог в таре сообщает свое виденье ситуации. Он создал мир, Он показал, что Он в этом мире хочет. И мы с ошибками, с умолчаниями, со всеми теми делами все-таки какие-то крупицы истины, какие-то крупицы, которые мы ищем в сообщениях Бога для нас, мы все-таки до них докапываемся или пытаемся докопаться. Вот. Вот это дорогого стоит. И игнорирование вот этих вещей, оно сродни отказу от первородства, по сути. Получается, что эта глава нам рассказывает, что произошло бы, если бы Яков не пошел со своей мамой на то, что они пошли. Потому что Иуда выделился, несмотря на все эти ситуации, решения, проявил себя, и там нам еще предстоит, наверное, о нем поговорить сейчас. Да, да, да. То есть это очень хорошо ты акцентировал. Эта глава обращает внимание не только на события, но и на подоплеку событий, без которых не будет понимания написанного в главе. Вот что. Да. Вот эта необходимость изучать подоплеку и в тексте Торы, и в историческом контексте, и в собственных размышлениях, это дорогого стоит. Вот это ты хорошо обратил внимание, молодец. Спасибо. Ну, я просто чуть-чуть все равно Иону послушал, признаюсь. Он так развернул класс. Слушай, и получается, что Иуда повлиял своими словами на Иосифа до такой степени, что это была точка перелома. Вот ты можешь как-то рассказать, что было отличного, что его... Он до этого держался молодцом, там, строил их, посылал, заключал, отправлял, подкладывал, и тут он сломался. Что было такого необычного для него в словах Иоанна? Можно мне две копейки своих вставить? У тебя два имени, поэтому две копейки тебе, конечно, могут. Спасибо. У меня... Моё ощущение такое вот от этого прочитанного текста, что на данный момент, во время разговора Яхуда, он уже... Он принял положение отца, он принял его выбор, он дорожит душевным благополучием отца выше, чем своим собственным благополучием, и что вот именно это и послужило тем, что Иосиф не мог уже больше удержаться. Да, когда он ему сказал, возьми меня в рабы вместо Беньямина, он увидел, что они не просто раскаялись, поняли, и всё, но что это стало... Ну, что это получило выход в практику. Быть рабом в Египте это хуже смерти. И он-то это хорошо понимал. И всё. То есть он увидел что? Что братья сказали да, нас настигло это несчастье, потому что мы так обошлись с братом. А вот и теперь на нашу голову приходят все эти события. И он увидел, что они не идут по следам ситуации, по внешнему контуру. Ну, искать там, я не знаю, адвокатов, киллеров, я не знаю, способы там кого-то подкупить, как-то сбежать и так далее. А они ищут этическую причину, предпосылку того, что происходит. То есть они выстроили совсем другую схему. Да, они ищут проблему в себе и не просто в себе, а в своих поступках и в том, что привело к этим поступкам и пытаются исправить себя. То есть он видит глубокий духовный аудит, переоценку ценностей. И эта переоценка ценностей не просто на словах, а в делах. Все, он готов стать рабом. То есть это одно. Второе, он расписывает, как отец переживал по поводу исчезновения Юсепа. И когда он ему уже выписал все, что отец идет в могилу, что это сведет его седину в могилу с печалью и так далее. То есть для него это было открытием. Он ведь 22 года себе весточку не подавал. Есть комментарии, которые говорят, что он не хотел ссорить братьев между собой и с родителями и так далее. Красивые комментарии, но неубъективные. Да, пусть отец горюет, да, ну, вот, пусть я буду в радости, но чтобы они там не ссорились. Не думаю, да, когда он сидел в тюрьме, что он там в яме в этой, вот, что он так думал. Ну, ладно. Вышел из ямы, мог отправить, мог, не отправил. Значит, для него это было открытием. Ведь отец его до этого пожурил перед братьями, отец его послал к братьям, зная, что они его ненавидят. Откуда у него была уверенность, что отец его не, 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 ну, не состоит в этом заговоре? Никакой уверенности. И тут он узнает, что оказывается отец горевал. И он два раза до этого рассказывается, что вот Яков жив, что вот он посылает, что по его просьбе, настоянию и так далее. И тут он вдруг им говорит, я Йосеф, жив ли еще отец мой? Да? И что, он не знает, что он жив? Значит, если мы ставим знак вопроса, то это значит, что мы невнимательно читали предыдущие отрывки. А тут не знак вопроса. Тут недоуменное восклицание, достаточно горькое. Ну, вот я исчез, да, пропал с радаров, что называется. И что, кто-то умер? Нет. Это свело кого-то, чью-то седину с печалью в могилу? Не. Это привело к разногласиям? Не. А что вдруг сейчас? И он видит, что сейчас ситуация поменялась, что по отношению к Бенемину они ведут себя совсем иначе, чем по отношению к нему. И вот когда он видит, что они раскаялись, что они исправились, что они хотят исправить и так далее, и готовы на самопожертвование, тут он им открывается. Но он им открывается именно вот таким образом. Там обратите внимание, он сначала говорит, что не братья меня, он сначала говорит братья, а потом продали меня. То есть вы, конечно, братья, но продали. Это может быть как усугубление, несмотря на то, что вы братья, вы меня продали. А потом он говорит, не вы меня сюда продали, а Бог меня сюда послал. То есть что он меняет местами? Он меняет местами акцент с причины на задачу. Не почему это произошло, а для чего это произошло. Потому что все вопросы почему относятся к наукам, к чему угодно, к психологии. Почему это вопрос науки? Наука не ставит вопрос для чего? А вот для чего ставит вопрос религия и отчасти философия? То есть он обращает, ну, он придает их сознанию религиозной значимости. то есть ставим вопрос иначе. Не почему я сюда попал, вы меня продали, а для чего я сюда послал, для чего я здесь оказался? Для того, чтобы вам помочь. И дома моего отца. И вот это для чего переносит акцент их преступления и ошибки на сверхзадачу, на задачу Бога обеспечить семью для того, чтобы она стала народом. Вот это уже масштабное сознание и вполне себе религиозный реперс. Если бы сегодня логикой Йосефа руководствовались те, от кого зависит принятие решений, мир был бы намного лучше. Ну, во всяком случае, меньше гадости. Может быть, он был бы не намного лучше, но был бы не настолько хуже. Вот так. А вот тут интересно немножко вот прямо перед этим его высказыванием, что сначала он говорит братьям не будьте грустите и не сердитесь на себя, потому что это Бог. Вот почему его на самом деле так интересует, как они себя чувствуют и винят ли они себя. Вот почему он так говорит. Что для нас важно в этой ситуации, что если мы убираем задачу Бога из ситуации, то в таком случае нас разделяет гораздо больше, чем объединяет. И в таком случае мы не сможем выполнить никакую задачу. Мы будем ссориться, конфликтовать, перетягивать одеяло там всяких ништяков и бонусов на на себя и на свою группу нас будет разделять больше, объединяет. Если мы примем идею, что в ситуации сверх важна цель и задача, причем духовная, в духовном смысле, в таком случае мы переносим акцент интеллектуальных усилий, физических и экономических, каких угодно военных на поиск позитивного решения задачи, выхода из конфликта, потому что нас объединяет больше, чем соединяет. Объединяет нас лично Бог, который дал нам каждому душу. Если мы это принимаем как руководящую сверх идею, то тогда мы ищем то, что нас объединяет и ищем компромисс и и позитив. Если же мы это убираем, то все остальное нас разделяет. Неважно воспитание, происхождение, политические взгляды, личные предпочтения и так далее, эстетические, какие угодно, культурологические. Нас все разделяет. И когда нам говорит не ссорьтесь, потому что это Бог послал, он проводит грань именно между тем, что если вы не будете обращать внимание, что Бог послал, вы будете ссориться. Но вы не ссорьтесь, потому что нас объединяет больше, чем соединяет. Мы братья и есть Бог. И тогда мы ищем пути решения проблемы, а не усугубления за счет друг друга. Вот где акцент. Это очень глубокий момент. он строго говоря, это алгоритмы взаимодействия либо негативного, либо позитивного. А можем мы тут такой, не знаю, можно назвать ли это спекуляцией или такой вывод сделать, что он дает нам здесь некую формулу, что мы себя до того момента, когда мы понимаем, что это был Бог, мы себя, мы нам грустно от своих поступков каких-то в прошлом, и мы виним себя, но для того, чтобы перестать это делать, нам нужно понять, что во всем Бог есть все во всем. да, именно так, если мы убираем Бога, то мы погружаемся в печаль, и в печаль, которая приводит нас в конечном счете, приводит нас к сознанию ничтожества собственного и избыточности нашего существования, тогда наше существование в печали становится источником страданий и проблем, и нам надо избавиться от страданий и проблем, тем, чтобы перестать быть. То есть жизнь без Бога приводит к нас к отказу от самой жизни. Вот и все. Перспективы нет духовных. Куда? Родили человека, он умрет. Накорлили его, он все равно пойдет в туалет и все спустит. Вылечили, он заболеет. Как бы мы его не одели, одежда истлеет, надо бы покупать новую. Все конечно. И в таком случае все бессмысленно. Если же, потому что оно находится в материальной сфере. Даже наши желания, даже наши чувства и так далее. А вот если мы принимаем идею Бога, который создал время, он над временем, он создал смыслы, он над смыслом, тогда наша задача искать в нашей жизни осмысленность с точки зрения вечных ценностей. То есть, если бы мы отказались от идеи Бога, в лучшем случае мы бы стали буддистами. Ведем себя прилично, Богом не интересуемся, и наша задача покончить с кармическими долгами, не наделать новых долгов, и, наконец, перестать быть, потому что кому это надо? Потому что любое проявление бытия болезненно. А поскольку Тара открывает нам Бога в его надеждах, чувствах, желаниях, планах и так далее, то у нас появляется в нашем сознании появляется пункт, который называется желанием Бога. И тогда у нас есть свобода выбора, так его осуществить или сяк его осуществить, и, не дай Бог, не осуществлять, но это тоже условие свободы выбора, тогда наступает ответственность. То есть, в таком случае мы подключаемся к Богу как к тому первоисточнику, который продолжает поддерживать этот мир. Вот это задача Йосефа. Когда он дотянул братьев до осознания целеполагания в событиях жизни, он им открылся. Но он их до этого вывел из зоны комфорта, в которой он когда-то находился сам. его оттуда вывели, ему пришлось пересмотреть всю свою жизнь, все свои планы, все свои сны, погрузиться в самую черную точку бытия, которая ограничена с небытием, уже там, тюрьма для рабов и осужденных. И после этого он поднялся. и тогда он проводит братьев через эти же пункты, но в ослабленной форме. Они там не проводят годы жизни в рабстве и тюрьме. А вот того, который там, Шимон, он там в тюрьме, а вот эти под угрозой рабства. А это там получается такая прививка в ослабленной форме. Но он их тоже проводит через эту черную точку, лишает их, выводит их из зоны комфорта. Они пересматривают свое поведение и по результатам этого пересмотра они становятся его не полностью, но единомышленниками. Это большая работа. И он ее провел почти безупречник. Они не стали его помощниками в его задачах. Но тем не менее самое главное все-таки произошло. Восстановление внутреннего единства, которое позволило потом создать на основе этого единства народ. Не как этнос, то есть популяцию, а как нацию. То есть те, кто с нами, те наши. Кстати, нации с латинского это наши. Даже похоже. Вот. То есть таким образом он сразу задает планку над биологической общностью. Это очень глубокий момент. он сразу исключает там расизм, национализм в самом таком неприглядном виде. А тогда это получается национализм как в положительном смысле. Вот будем примером. Вот ведите себя прилично. Вот давайте уберем все косяки. и кто хочет к нам присоединиться, факт присоединиться. Вспомним, что у самого Есефа жена была дочка египетского жреца. Она написана родила ему двух сыновей. То есть она их не воспитала в египетском стиле, в духе. Она ему родила. То есть оказывается его сыновья, которые стали родоначальниками двух колен рождены от дочери египетского жреца. Это очень неслабо. Оно все понимаемо в контексте событий их биографии, их жизни. Разреши поставить пару правств твоих. прости пожалуйста, давай уступим даме, она уже минут 10 тянула руку. Прости пожалуйста, Светлана. просто одни дамы. У меня не вопрос, меня просто пару прав замечательных. Можно? Я с моей стороны всегда пожалуйста со стороны Эльханана. Ты определись, ты перебиваешь и задаешь вопрос, а то ты очень странно, ты вроде начинаешь и не продолжаешь. Так ты либо уступи, либо задавай. Определись со своей позиции. Я просто как у модератора у тебя спрашиваю свою ремарку поставить. В общем, давай обсудим статус твоей ремарки, подготовимся психологически, поговорим на эту тему. Давай, пока мы далеко не убежали, по поводу того, почему Иосиф не послал весточку. У меня есть друг бизнесмен, большой очень, в Питере. Я его спрашиваю, спрашивал, такой вопрос задавал. Скажи, пожалуйста, что ты считаешь, почему в бизнесе такой, скажем так, основной на твой взгляд принцип в основе успешного бизнеса. И он мне сказал так, он говорит, первый, основной принцип это закончить дело, которое ты начал. Он говорит, я так воспитал своих детей, и поэтому они, я знаю, что они будут успешными. Так вот, я вижу, что Яков очень хорошо воспитал Иосифа, начавший дело заканчивать его. Яков сам получил этот урок, он начал 7 лет работать за одну женщину, потом ему заставили еще больше работать за другую женщину. Он мог бы просто плюнуть и уйти обратно в Канан. Извините. Поэтому все понятно с Иосифом. Иосиф просто работает для того, чтобы закончить то дело, которое послал его отец. Единственное, я вижу даже по пунктам это делает, как исправлять своих братьев. Но последний пункт он не доделал в связи с тем, что он очень эмоциональный парень. Постоянно плачет и постоянно на эмоции все переводит. Но тем не менее, основную программу он сделал. Все. я не вижу, как это поясняет, почему он не отправил папе весточку. Он мог ее отправить, и это не помешало ему продолжать свои усилия в Египте. Просто в семье было бы меньше переживаний. А делать папу инструментом своих планов на мой взгляд не очень интеллигентно. Значит, поэтому мне представляется более убедительным, что его нежелание послать весточку было связано не с продолжением своих задач в Египте, а с его предположением о том, что папа был участником этой ситуации продаж. И папа его послал братьям а не послал в Египет. Но когда он об этом рассказывает, то рассказ начинается с тем, что папа его послал из долины Хеврона, хотя Хеврон на горе, то есть из глубины замыслов. А дальше выясняется, что бог его послал в Египет, но не папа его послал в Египет. Разрешите, пожалуйста, мне теперь, я к сожалению просто писала вопросы и вопросы по ходу вашего объяснения, поэтому сейчас будет несколько. Тоже начнем с Иосифа. И с вашей, это известное, почему Иосиф не послал папе весточку. я начну с того, что закон бумеранга вообще никто не отменял, как мы знаем. И значит, смотрите, он был 22 года, это такое старое вообще рассуждение, в любом уроке, в любых комментариях к этому касается, почему не послал. Но вот смотрите, что получается, с 22 лет в 12 лет он был в тюрьме, значит, речь только о 10, правильно? Ну, стюрьмой не будет слать. Нет, нет, нет. Сейчас я закончу, я закончу только для вот этого самого. И вот это по поводу Иосифа. А я перекину мостик на Якова для начала. Перекидываю я на Якова и отправляю его, когда он готовится к борьбе с Эсавом. И мы считаем, что он тогда, он, конечно, пратец и все прочее, 34 года без всякой тюрьмы, без всяких объяснений в моих глазах, вообще вот ни в чем, ни СМС, ни Зум-конференции, ни одного звонка папе-маме, вообще вот просто ничего. Вопрос, почему же комментаторы, предположим, тут плохо и там плохо, почему же тогда комментаторы, так это одна, сейчас найду слово более культурное, одностороннее, вот, вот просто вот Исаф отвратительный, извиняюсь, извиняюсь, Иосиф просто, вот как он мог, а вот этот нюанс забывается. Будет еще второй вопрос по вот этой же комбинации. Так, значит, ну, по порядку справа налево, как обычно принято. Давайте, давайте. Действительно, 34 года, из которых он 12 провел, ну, кто считает 14, там разные есть калькуляции, расчеты, провел в Ешиме, Шеме и Эвера, которые не засчитаны в качестве обвинения. А вот 22 года, которые он провел у Лавана работая и не посылал весточку. Этих комментариев много, которые сопоставляют те 22 года, когда он не посылал там весточку о себе родителям и те 22 года, когда он был разлучен с Юсефом и находился в печали. Да, это есть такое сопоставление, но в каждом отдельном случае мы говорим, да, он виноват в том, что, а потом в том, что случилось с ним, ну, на уровне предпосылки кармической, как вы сказали, да, ответки, да, вот, действительно, он сам, но реализовалось, осуществилось оно через нежелание Юсефа присылать весточку ему. Да, очень хорошо, очень хорошо, прекрасно. Вот нежелание Юсефа присылать весточку ему, не снимает с Юсефа неприятных предположений о том, что не хотел. Мог, мы не хотим. Переходим ко второй серии вопросов. Поэтому, что вот вторая серия. Одну минуточку, еще не переходим. Еще не переходим. Пардон, он мне 12 лет пробыл в тюрьме. 13 лет прошло от момента, когда он оказался в доме Патифара в возрасте 17 лет и 30 годами, его 30 годами, когда он оказался вторым человеком государства. в доме Патифара он возвышался, сколько-то времени это заняло, а потом, после случая с его женой, женой Патифары, он был отправлен в тюрьму, где он провел там вот эти свои злосчастные годы. Поэтому, мы не говорим о 13 годах, когда он был в тюрьме, а говорим о меньшем количестве лет, когда он был в тюрьме, потому что первую часть он провел в доме Патифара. В доме Патифара, тут к вопросу о справедливости вашего предположения, в доме Патифара он как раб не мог послать весточку. В этом смысле дом Патифара ничем не отличается от тюрьмы в плане возможности информационного контакта. И из тюрьмы соответственно он тоже не мог послать весточку. Значит здесь никаких претензий к нему быть не может, но когда он уже стал царедворцем в возрасте 30 лет, до момента когда к нему братья пришли, он мог послать весточку, но не сделал этого. Вот здесь начинаются все недобрые предположения. Есть много комментариев. Теперь мы относим к тому, что он пророк. Есть очень много комментариев на эту тему. Они просто классные эти комментарии. Он прекрасно говорил, что Ицхак тоже знал, что вы знаете все комментарии безусловно. Ицхак знал, что Иосиф жив. И он каким-то образом не сообщил это Якову. Значит он понял, что это божественный план. И не хотел менять этот божественный план. Так что он оправдан. Значит две вещи. первое, мне можно говорить ты, я тоже говорю ты, без всякого быка. Все прекрасно мне это написано. Номер два, комментарии, которые говорят о том, что Ицхак знал, они есть. Мы их, разумеется, уважаем, но утверждать как истину в последней инстанции, что оно так, мы не можем. Хорошо. Будет следующее. Следующее. Хорошо. Следующий вариант. Он пророк или нет? Кто? Юсеф? Да. Юсеф не пророк. Он сновидец. Он мудрый человек. Он праведник. Он этически безупречен по сути, потому что то, что он не посылал вполне объяснимо. Мы об этом говорили. и то, что он смог простить своих братьев после того, что они с ним сотворили, это редко кто на это способен. Не простил. Но пророком мы его назвать не можем. У него были проблески божественного откровения, когда Бог давал ему объяснение снов, но если считать это основанием для того, чтобы назвать его пророком, пожалуйста, но по сравнению с пророчеством, скажем, с тем уровнем пророчества, который был, скажем, у Авраама. Другие примеры. Другие примеры. У Раши есть список 48 пророков. Правильно? Вопрос, который я прочитала, у меня он вообще, я не, конечно, не буду говорить об Аврааме, не буду говорить, сейчас, одну секундочку, не буду говорить, конечно, о самых главных, но назову, например, такой пример, назову Мардыхая. Извините, пожалуйста, чем Мардыхай и назову еще Пенхаса, внука Арона. Объясните мне, пожалуйста, по значимости, почему Раши их 48 пророков вводит, а Иосифа нет. Мне это не, я стараюсь не нравиться убрать, непонятно. Непонятно. Хорошо, назовем вещи своими именами, без политкорректности, потому что только мешает. Значит, потому что пророк это не только тот, кто говорит о будущем с точки зрения Бога. Нави это не обязательно провидец. это тот, кто от имени Бога пытается исправить тех людей, к которым Бог через него обращается. Это могут быть современники, могут быть потомки, могут быть идти и другие. И поэтому по-русски здесь нас приводит, здесь нам создают трудности перевод слова пророк. Пророк это тот, кто говорит о будущем, пророчествует. Да? Вот. А вот он вам уже ответил, вам уже процитировал, очень классно. Да, а тут Мордыхай обращается к современникам, Пенхас обращается к современникам и к потомкам и так далее. На самом деле, когда Раши приводит список из 48 пророков, он говорит о 48 наиболее значимых. Скажем, несколько пророков это великие пророки. Ну, Мушарабейну стоит вообще отдельным. Ну, конечно, я не говорю о нем. Да, Ирмиягу и Хескель, понятно, да, это великие пророки, Ишаяу, великие пророки. А был, например, список малых пророков из 12 человек, которые входят в общий список 48. Но называются малыми пророками, поскольку они масштаб их пророчества не сопоставим с Ишаяу, Ирмияу и Хескель. При этом говорится еще, что было у евреев около полутора миллионов пророков. Но их пророчества были неактуальны для будущих поколений, поэтому они не сохранились. Да, воспользовались, да, пророчества, но не сохранились. Ну, например, там, мы читаем, что Шауль, когда не удалось ему задержать пророка Шмуэля, посылая к нему там стражу, охранников, там и прочих, вот, он сам к нему пришел и попал в его эту школу пророков и начал пророчествовать. Отсюда поговорка «Неужели Шауль во пророках?» Да, то есть по-русски это называется «соном пророков». Да, в тот момент он пророчествовал, но его пророчества неактуальны для будущих поколений, поэтому они не сохранились. Так что... Обидно за Иосифа все-таки очень как-то душевно. Нет, не обидно. Это мой парень, да. Это не обидно. Он очень хороший человек. Не обязательно хорошему человеку заниматься пророчеством. В конце концов пророчество сильно обязывает окружающих. Если ты услышал и не выполнил, то становишься резко виноват. Причем по полной программе и лично перед Богом. Поэтому когда было пророчество, одним людям это очень нравится, которым не хочется принимать ответственность за решение собственное. И все. Как Бог сказал? Я так и сделаю. А искать решение Бога для них тяжело. Неважно почему, да. А другим наоборот. Хочется большей свободы, хочется большей ответственности за поиски. И в таком случае, когда пророк ему говорит, делай вот так, он чувствует себя ограничиваемым. а ему нужно искать. Просто есть разные люди с разным сознанием. Одним нужны пророки, другим не нужны пророки. Поэтому Бог, когда нужны пророки, присылает пророков, когда не нужно, не присылает. Но если он не присылает пророков, это не значит, что он против народа. Просто на определенном уровне сознания пророк нужен, когда нужно наставить, поставить, объяснить, а дальше сам. Поэтому, когда Родители там обучают Ребенка чему-либо, неважно Там стрельбе Или там какому-то ремеслу И так далее, его ручки держат Объясняют, что будет А дальше сам Если они будут и дальше вести его руки Как в начале, он ничему не научится Но если они ему сразу скажут Давай сам, у него тоже ничего не получится Поэтому нужно и то И другое, ну, разным людям В разной мере На разных этапах Поэтому то, что Иосиф не пророк Совсем неплохо Если считать, что его объяснение снов Это вид пророчества Тоже хорошо, почему нет Мне было бы очень хорошо Если Бардыхай тогда тоже не был бы пророком Тогда было бы все очень классно Ну ладно, оставим Нет, здесь я не соглашусь Я объясню почему Потому что тогда евреи находились Во-первых, это было поколение При котором храм был разрушен Первый раз До этого не было И для них это был удар Не просто по зданию По сознанию И они не знали Если Бог разрушил храм Может он разрушил и Отменил все договоры с евреями И была очень большая Ну Очень сильная деморализация В этом смысле И евреи в большом количестве Начали отходить от Торы И тогда возвысился Аман И тогда для того, чтобы компенсировать Всю эту ситуацию Начиная с сознания евреев Был послан Мурдыхай В качестве пророков Для того, чтобы наставить сознание Окружающих его людей В таком случае он был нужен Но это последнее Ну Последнее такое вот Активное Протоколированное участие Бога в ситуации Дальше пошли уже Опосредованные Типа Хануки и так далее Вот Но напрямую Это вот Практически последнее Вот так Спасибо У меня еще три вопроса Я оставлю Если останется потом время Потому что все хотят Наверное задавать вопросы Я так понимаю Спасибо У нас в конце Всегда мы можем задавать вопросы Уже не по главе А так обычно лучше по ходу Спасибо большое за вопросы Давайте добьем Вот этот кусочек с Иудой Значит Ты Вот хочется подчеркнуть Ты выделил первое Что Отец мой жив Что это восклицательный знак Что значит Все-таки он мой отец И он жив Да И второе Что Иуда Предложил себя Вот там Есть такое мнение Кстати Интересно Что Ясеф Хотел Чтобы Брат Родной Остался с ним Что ты про это думаешь Он вообще хотел Чтобы братья Стали его Сотрудниками Соратниками Единомышленниками При полном единодушии И делая ту работу Которую он делал Но у него это не получилось И здесь Если будет интересно Прям вот Пожалуйста Можете обратиться К комментариям Полонского Он очень хорошо Эту тему Прокачал Когда 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 Братья Ну Пришли к нему И что у него получилось Что у него не получилось Я думаю Что лучше чем Полонский У меня точно не получится А получается Он Он просто Свою историю карьеры Он помнит Что она через тюрьму Соответственно Он им Как бы Предлагал Карьерный рост Знакомым для себя В реальности Да Да Можно и так Очень хорошо ты сказал Мне нравится Да Он им предлагал Свой Свой путь Назовем его Карьерным ростом Вот Он им предлагал Свой путь Они не согласились На мой взгляд Хорошо они сделали Что не согласились На взгляд Полонского Плохо сделали Что не согласились Но Он Сам Саму сцену Возможные Развития Событий Комментарии Он приводит Лучшим образом Я ничего лучше Чем Вот у Полонского Не встречал Очень глубоко Исследовал эту тему Кейсикому будет интересно Получит массу удовольствия Получается Прошлый раз Ты сказал Интересную вещь Что Йосеф Хотел Выбить у них Почву Из-под ног Чтобы они Проявляли себя Настоящими В результате Он Это самое За что боролся На то и наборолся Так Чтобы не мог Сам больше Сдерживаться Вот Про Ну тогда Можно дальше Идти Да Давайте Если у вас Есть вопросы Дальше Давайте Задавайте У меня тоже Есть 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 Мне вот интересно Что в прошлой В прошлой главе Мы читали о том Что он сказал Это не я Это бог А в этой главе Он говорит Это не вы Это бог И вот Мне очень нравится Извлекать Такие Личные уроки Или Личные То что мы можем Использовать В личной жизни Вот мне кажется Это один из них Ну Что он предлагает Он предлагает Перестать заниматься Плагиатом То есть Если мы признаем Бога Творцом мира Который поддерживает Этот мир При помощи Своих младших Партнеров То есть Нас То Приписывать Себе Ну Масштаб И последствия Разных Решений Ну Как бы Не очень Не очень Интеллигентно По отношению Бога Вот Другое дело Мы можем сказать Да Вот Там Я это понимаю Так Может быть Я ошибаюсь Или Я приложил усилия От меня зависит Процесс От Бога Зависит результат Мы вместе Мы вместе Он В основном А я В той мере В какой Да Могу Мы поучаствовали В решении И Можно Гордиться Тем Что Ну Вот Решениями Бога Его участием И так далее И Можно Гордиться Своими Своими Усилиями В Приличном Направлении Да Почему нет Но Когда Мы себе Приписываем Я Догадался Это Все Мой Ум Я Сам Себя Сделал И еще Там Всякие Такие Фоксы Ну Тут Как-то Она Не очень Интеллигентно Выглядит Это Плагиат То есть Плагиат С чьей стороны С человеческой Когда Мы Говорим Вот Я Какой Молодец Сам Догадался Сам Сделал Сам Сам Подожди Молодец А Как Насчет Того Что Есть Бог Значит Если Мы Все Приписываем Богу То это Тоже Неправильно Он Дал Нам Свободу Выбора Он Дал Нам Силу Для Принятия Решений И Осуществления Вот И при этом Сказал Да Это Он Бог То есть Мы Партнеры Но мы Младшие Партнеры Сказать Нас Нет Я Прах Пепел Я Ничто Я Ноль Я Пыль На ветру Нет Не Пыль На ветру Если Вы Пыль На ветру Ему Не Надо Было Эту Пыль На ветру Создавать А то Что Он Нас Устал Да Это Вопрос О том Кому Нужна Молитва Богу Или Нам Те Кто Говорят Только Богу Вот Ставит Его На первое Место Только Нам Ставит Себя А те Которые Говорят И Ему И Нам То Таким Образом Они Соединяют Творца И Творение Спасибо Замечательный Ответ Совершенно Неожиданный Ракурс Я Совсем Не Не Ожидала Что В Такую Страну Очень Спасибо Ну Здорово Так Еще Вопросы Братьям Иосиф Говорит Что Бог Его Поставил Отцом Фараону При этом Мы Видим Насколько Он На людях Соблюдает Что Как бы Почтение К фараону В точности Все Что он Скажет Фараон Это Я вот Исполняю Вот Интересно Как ты Прокомментируешь Значит Есть На этот счет Примерно Два Комментария Один Комментарий Говорит Вот Три Комментария Один Комментарий Говорит Что Это Придворный Политес Ну Правила Там Придворе Хорошо Другой Комментарий Говорит Что Это Нас Учит Тому Как Быть Отцом Отец Это Не тот Кто Своим Авторитетом Исключительно Решает А тот Кто Приводит Детей К Принятию Своих Решений С уважением К их Личности Но Если что Не так То Тогда Позиция Якова Вы не Мои дети Вот То есть Пока Вы Мои дети Все так Пока Вы слушаете Вы мои дети Это Очень Ну Это То что Называется Мягкость Или Жестко Спать Если что То есть Твердые Продуманные Решения Но В очень Мягкой Форме То есть Таким образом Воспитание Это Не Просто Насильственная Манипуляция А это Тонкое Искусство Бархатных Касаний То есть Иначе говоря Это не Действие Там Топором А действие Ну вот Пёрышком Тонким Похоже На тысячу порезов Только наоборот Да Ну Я уточню Да Казнь Тысячи порезов Это Один из видов Китайской Пытки Тире казни Вот Но Здесь Задача Не разрушение А создание То есть Задача Раскрыть Лучшее В человеке А не Уничтожить Человека То есть То что Отличает Желание Там Поработать С флагом Одни его Сжигают Другие Стирают Ну то есть Очищают А вот Значит Задача Педагога В данном Случае Это Очистить Помочь Открыть Там Лучшие Краски Лучшие Формы Лучшие Способы Проявления При этом Не Насильственно А Содействуя Вот это Разные Вещи То есть Это Не Исключительно Кнутом и пряником Такой Бихевиоризм Тяжелой Вот А это Искусство В заботе Ну вот То что Называется Выращивание Пестовать А не Давить Вот Это одно Значит Есть еще одно Объяснение Очень простое Что Гораздо проще Чем это Дело в том Что При египетском Дворе Существовала Градация Ну Чиновничества И Существовала Должность Отец Царя Отец Царя Это Просто Название Должности Быть Отцом Царю Это Просто Обозначить Свою должность При дворе Это Управляющий Советник Старший Советник А Это То есть Это Отец Не по отношению К фараону А это Как бы Отец Который Для фараона Отец Всего остального Да Это Да Это Функция А не А не Сущность Человека Да То есть Они Не в родственных Отношениях Он его Не усыновил Фараона Просто Так Называлась Эта Должность Отец Фараона Ну как Например При При ханском Шатре В Степях Была Должность Там Правое Ухо Хана Левое Ухо Хана Да Отец Хана Сын Хан Брат Хана Это Правая Рука Левая Рука Вот Кстати Русский Минзаген Это Его Правая Рука Откуда Это Это Из Практики Ну вот Этих Вот Из Логистической Системы Управления Степи Правая Рука Да Левая Рука Левое Ухо Правое Ухо Слушай Только У индейцев Там Вождь Длинное Копье И Младший Вождь Короткое Копье Да То есть Это Просто Название Должен Знаете Я начала Свой вопрос Извини Пожалуйста Да Давайте Давайте Светлана Нет Давайте Я Хочу Тут Уточнить Мой Первый Вопрос Был Как раз Именно По Поводу Тона Якова Тона Якова Не то Что Он Сказал Что Пока Вы Делаете Как я Говорю Вы Мои Дети А в Другом Случае Нет Если Бон И Вы Ты Как я Сейчас Услышала Говоришь Что Он Мягко Это Преподнес Он Не Не Делал Пресс Он Вот Так Вот Это Мягко Первый Вопрос Для Меня Это Не Выглядело Совершенно Как Мягко А Второй Я Как раз И ожидала В этой Ситуации При Всем Том Что У него Два Любимых Сына И Одна Любимая Жена И Все Его Понимаю И все Прочее Но Еврейские Вот Эти Мудрецы Они Знамениты В Моих Моем Понимании Вот Этой Мудростью Можно Было То же Самое Все Сформулировать Только Как-то Не Таким Вот Открытым Совершенно Как бы Это Сказать Несовременным Методом Это Первое А второе Я так Понимаю Давай По порядку Давай По порядку Второе Ты скажешь Сейчас Одну Минучку Давай По порядку Тогда Мы Не Запутаемся Хорошо Да Ты Сказала Первое Так Первое Так Значит Смотри Он Увещевал Все Это Время Он Их Увещевал Но Их Его Увещевания Не Помогли По Очень Простой Причине Они Были Сыновьями Разных Матерей И И Связь С Папой Совершенно Не Ну Не Компенсировала Не Покрывала Не Перевешивала Связь С мамой И Мы Это Видим В сцене С Рувыном Когда Рувын Нашел Мандрагоры Понес Их Ле Его Встречает Его Тетя Рахель И Говорит Отдай Он Говорит Нет Это Я Несу Маме С Ней Разговаривает Хороший Разговор Да Вполне Такой Родственный Она Идет К своей Сест К Его Маме Которая Ее Сестра Родная У которой Вообще Вся Ее Семейная Жизнь Сложилась Благодаря Рахель И Говорит Вот Твой Сын Нашел Мандрагоры Отдай Мандрагоры Сына Моего Она Говорит Что значит Отдай Продай Он Говорит Хорошо Я Покупаю Хороший Разговор Между Сестрами Ужас Ужас Да Оно Че Че Вдруг А я приходится волевым административным решением сказать, ребята, я так решил и так оно будет. Это не первое движение и даже не второе. Это в результате невозможности объяснить по хорошему, по доброму, на спокойную голову, в приятной обстановке, кто кому кем приходится. И тогда приходится напоминать. Вот и все. Потому что если бы он руководствовался исключительно мягкими средствами воздействия, то 10 заповедей стали бы 10 рекомендациями. Окей. Тогда вот этот второй вопрос, который с этими случаями, которые я помню с мандрагорами, это все не то. Мы говорим о книжке, что такое хорошо, что такое плохо. И теперь мы переходим в современное. Нет, мы теперь переходим в современное время и воспринимаем Тору как пособие для новых поколений, чтобы вот учиться. И вот, предположим, люди очень, дети заинтересованные учиться. И вот читают подросток вот такие примеры. Как бы это так сказать? Конечно, если Пинхас напишет в своей динамике и разъяснит все, то, может быть, это что-то получится. Но примеры примеры явно непонятные. Какая современность этих примеров, чтобы они доходили до современного поколения? Значит, для целого поколения это вот что. Каждому поколению положение Торы объясняется на его языке. Поэтому говорится, когда у тебя будет вопрос, обращайся к мудрецам своего поколения. Это значит, что вопрос должен быть, что с ним нужно не просто переспать, а еще и обсудить со стороны. И что обращаться надо к мудрецам, а не к дуракам. Своего поколения, а не чужого. Каждому поколению надо объяснять на его языке. То есть, что у нас получается? У нас получаются вечные ценности, принципы, закона и мягкие, гибкие, разнообразные способы их применения и их преподавания. И то, что годилось для поколения, скажем, изгнанников из Испании, совершенно не годится для поколения, скажем, современников Цвио, да, это Гирш, который его современником был Бисмарк, строительство Второго Рейха. Да, да, я в курсе. Вот и все. Поэтому для каждого поколения на своем языке надо объяснить. Понятно. Понятно. Спасибо. Надеюсь. Еще вопросы? Значит, когда открылся братьям Юсайф, написано, что с Беньямином они плакали оба, с остальными братьями он плакал, Юсайф плакал, но братья говорили с ним в ответ. Скажи что-нибудь. самый последний случай, сейчас я пропускаю целый ряд. Самый последний случай, когда умер Яков и братья, боясь, что Юсайф замыслил месть, но решил не огорчать папу при его жизни, послали ему сказать, что вот, отец твой, отец наш и так далее. он понял, что они врут. И он плакал от того, что они продолжают его подозревать в коварных замыслах. Поэтому его это очень огорчало. Оказывается, вся жизнь, все слова, все дела, все проявления отношений они воспринимали с недоверием, настороженно. Их контакта настоящего между ними не было. Они его все время боялись. Ты понимаешь, братьев коварства оно, конечно, было, но оно такое было топорное, деревенское. Ну, понятно, да? А тут они увидели такой уровень игры, причем с такими возможностями, растянутые во времени. Поэтому, ну, как бы оторопеть на их месте было, по-моему, вполне естественно. Ну, естественно, но все потом. Он их мог прикончить. Ну, просто, да? И даже не просто мог прикончить. Но он этого не сделал. а для них это была игра в кошки-мышки, да, где он игрок, а они фигуры на доске. Вот. Так что, поэтому он плакал от того, что он не понят. Вообще, надо тебе сказать, что он был человеком странным. Я вот это определение впервые встретил у Рава Одина Штайнзайца светлой памяти. Вот. Что он был человеком странным. Ну, просто вот такая особенность. И поэтому он был не злым при этом, не злопамятным, широкомыслящим, доброжелательным, активным, но странным. Вот и все. Поэтому его ну, его чувства, которые он искренне испытывал, он считал убедительными в проявлениях. А для братьев было не так. Интересно эту тему. Я только вчера слушала один урок по поводу Штайнзайца комментарий. И общая тема вообще звучала. Иосиф Плакса. Тут я, конечно, боролась всеми вот как я только могла. Вот просто вообще. Потому что у меня второе образование психология. И то, что раскладывается там по полочкам, это ну вообще, я не знаю, что непонятно, все понятно. А второй вопрос был, который вот вы сейчас, который ты сейчас назвал, это был как раз мой второй вопрос. То есть столько говорится, что Иосиф по всем как бы полностью сделал, прозеркалил все их ошибки. И сейчас им по пунктам все как бы назад отдал. И вот мой вопрос в этом, что же он им все отдал, и что же он им все объяснил, и что же они все поняли, если как только папа умер, они делают вот эту фишку. То есть ничего, вот это такая неискренность, это такая вот просто вообще ничего не получилось. Извините. Такое вот мнение. Ну не то, чтобы ничего не получилось. Все дети Якова остались евреями. Они не, после того, как они попытались убить, продали в Египет, он их простил и так далее, и не отомстил за все это время, и у них родились дети и прочее. Вот. Значит, это запишем в дебет и в кредит. Да, то есть в результате все получилось, но стоит учесть контекст. Вот ты психолог, ну представь себе, да, значит, его в яму закидывает кто? Шимон. Тащат его кто? Шимон и Леви по приказу Иуды. Четвертого брата. Да. А до этого чем отличились Шимон и Леви? Да вообще. Люди перебили все взрослое мужское население города Шхем. Женщину вели, скотину вели, город разграбили. Эльханан, видишь, вот как раз тот же момент, который я тебе написала, вот по поводу, что Яков пожурил. Яков журил Иосифа, это у нас было отдельное, и Яков журил своих двух мальчиков за то, что они перерезали весь Шхем. Ну, мальчиком не мальчиком, мальчиком был там Леви ему 13 лет, а Шимон был взрослым мужиком вот к тому времени. Но это решительные люди, их решительность легко сочеталась с хитростью и коварством. Они же сначала поставили условия обрезания и так далее. То есть, им хитрость и коварство были свойственны. Другое дело, что они были направлены на благородное дело освобождения заложницы, своей сестры. но они просто перенесли свои представления о возможной норме поведения, что человеку свойственно. На СФ они бы как действуют? Ну как чтобы они чувствовали? Ничего себе! Там убить хотели, продали туда-сюда. Ну что делает за этот человек? Мстит! Ну логично! Отыгрывается! Ну там Нет! Нет! Вот по психике вот это как раз вот эта логика вчера точно так и звучала. Но там был еще вопрос, почему когда он был в яме он не так плакал, почему Тора не так много говорит о первой фазе, когда у него действительно были проблемы, почему он там в общем-то не плачет, а вот потом, когда он уже на коне, как говорится, и уже царь, тут он плачет со всеми, с Бениамином плачет, с этим плачет. И вот люди, я не знаю, почему-то в уроках, в комментаторах непонятно. Просто все комментаторы бьют себе головы. Что это за такой странный Йосеф? Почему тогда он не плакал, а потом он плакал? Ну это понятно. Если бы комментаторы были психологами, то они бы немного, они, может быть, и не были бы комментаторами, они были бы педагогами и так далее. Может быть. Поэтому среди комментаторов редко можно найти психолога, но вот если, во-первых, сказано, по-моему, Иуда, Иуда это пересказывал, что он со слезами умолял нас, а мы страдания его души. Правда. Правда. То есть, мы страдания его души не обращали внимания, да. Вот это была биоретика, спасибо, да. А вот интересно, а сколько занимала дорога от того места в Египет, пока его продали? то есть, вот ты, наверное, знаешь, я думаю, что они... От недели до 11 дней. От недели до 11 дней. Ну, в зависимости там от маршрута. Он в кандалах или связанных веревками, идет пешком, как раб, за верблюдами. Правильно? Как это выглядело? Не факт. В зависимости от того, с какой скоростью они собирались двигаться. Если бы они двигались со скоростью ну, идущего человека, то это была бы одна скорость. Если бы они, скажем, ну, были ограничены во времени, то тогда вполне могли посадить его на верблюда и повезти. Ну, скажем, когда татары, крымские татары похищали славян для перепродажи в Турцию или через территорию Турции, то их везли по татарскому обычаю в плетеных клетках. Так же, как кошек. Вот. Перевозили в плетеных клетках. Из этой клетки он сбежать не мог, естественно. Вот. Две клетки на коня по обе стороны и гонят этих коней. Таким образом, мы не можем точно сказать, сколько времени заняла дорога, но это не суть важна. То есть, когда мы говорим, что он плачет, он плакса, то это называется, чтобы я был такой умный, как моя жена потом. Да это вообще, это вообще, это они ко мне весь урок говорили, а он плакса. И вот посмотрите, здесь он плакса, я это вообще не могла принять. Нет, сейчас, сейчас. Просто, когда так люди говорят, они не, они, ну, по-моему, это отсутствие эмпатии. Значит, сказывается, потому что, когда благополучный, уважаемый, весь из себя 17-летний паренек, да, с минимальным жизненным опытом, с большими амбициями и так далее, оказывается в яме, странно было бы, если бы он не кричал, не плакал. Дальше, когда его там везут в Египет, когда его сажают в тюрьму, когда он после этого обнаруживает, что, оказывается, его папа его все равно любит и помнит, оказывается, что его братья, это его братья, а не просто сыновья его отца, то он, преисполняясь чувствами, плачет. Логично, логично, я не понимаю, что здесь непонятно. Ну, вот я вчера, когда... Я слышу, что непонятно. Просто мы оцениваем поведение человека одной культуры и цивилизации, с точки зрения человека другой культуры и цивилизации, потому что ты солдат. Ребенку говорят, он плачет, мальчик, не девочка, мальчик говорят, ты же солдат. Как ты можешь... Эту фразу я тоже вчера слышал. Генал, вот это вот сразу они говорят, вот это вот... Мальчику же говорят не плакать. Да. Значит, так вот, тот, кто вырастает с таким пониманием, стыдится проявления такого рода чувства. Это не хорошо и не плохо. Это просто особенность эссарской маскулинной цивилизации, где от мальчика требуют, прежде всего, требуются, прежде всего воинские качества. Плачущий солдат это деморализует все вокруг. Поэтому установка на такие нормы поведения. но когда мы с точки зрения этих норм поведения пытаемся оценить личность того, кто живет в другой системе, то возникают нестыковки. Ну, такие же, как, скажем, если бы с этой точки зрения Ильяду и Одиссей оценивали, там герои плачут и не стесняются этого. Вот. просто это такая особенность. Ну, просто стоит ее учесть и все, и не судить с точки зрения одной нормы или человека другой нормы. Последний комментарий. Интересно. как они перемещались в Египет? Его действительно посадили на верблюда? Вот я сейчас как раз считаю. Я к тому, что, я к тому, что, я думаю, что это заслужит внимания, потому что можно понять, что от недели до двух длилось тотальное унижение. В доме Патифара это еще можно сказать, что комфортные условия были по сравнению с предыдущими недели-два. То есть неделю-две он был в абсолютно унизительных условиях, непонятно, как с питанием, с туалетом, полуголый, с гигиеном, сам статус связанный, полусвязанный. То есть вот эта травма была растянута во времени на неделю-две, и поэтому там как угодно могли детские воспоминания перетасоваться и восприятие папы. Поэтому я абсолютно как бы мне понятно и сразу, что ты говоришь про он о папе мог думать все, что угодно. Это вообще нормально. А можно вообще после таких воспоминаний можно все забыть, можно все детство забыть. И потом отколупывать через психотерапию годами. Он еще просил, одну минуточку, он еще попросил вот этих людей отведите меня к отцу, он богат и щера наградит вас. Но ему ответили, ведь ты раб, если бы у тебя действительно был отец, это слышит парень в шоке, то тебя не стали бы продавать в рабы, да еще за такую мизерную цену. Вот с этими последними мыслями он отправился в рабство. Извините, пожалуйста, задавать еще какие-то вопросы, почему он не сделал папе то, или почему он не сделал то, это как-то, я не знаю, можно говорить. Да, Нири Леван, да. Немного забавно, ну вернее, понятно, почему он Вениамину решил там признаться в любви путем подарков, но он сначала ему тоже пять перемен одежды надавал и кучу денег, а потом по дороге сказал братьям, не ссорьтесь по дороге, ты все сделал для того, чтобы это самое, а потом говорит, ну вы там не ссорьтесь на всякий случай. Нет, там есть нюансы, значит, когда говорится о перемене одежды пять, то буква ВАВ уменьшенная, когда она уменьшенная, это значит, что ценность уменьшена, вот как в описании продажи Печера Макпыла у Ефрона до продажи ВАВ полная, а после продажи это же имя пишется с уменьшенным ВАВом. Значит, это указание на то, что эти пять перемен одежд были недорогими. И комментарии говорят о том, что они эти пять стоили как одна перемена одежды, которую он дал братьям. Это вполне себе сочетается. Теперь, почему там триста шекелей, ну, триста монет серебряных. Он просто хорошо умел считать. Дело в том, что тогда системы социальной помощи не существовало. И за престарелым отцом ухаживали братья по очереди. И то, что Йосеф не участвовал в заботе о папе, он заплатил за это Беньямину, который, да, участвовал. Но почему он не заплатил братьям? Потому что братья были виноваты в его ситуации, в том, что он не мог ухаживать за отцом. Поэтому им платить было незачем. И если посмотреть, сколько стоил уход за отцом в течение этих лет, то мы получим как раз цифру в триста единиц. Ровно в триста. Сколько за него служил отцу. Помогал ему. И мы получим ровно триста. Прямо один в один. Просто он хорошо умел считать. С этим все в порядке. Там просто укладывается фунт. Есть простая арифметика. Там стоило пять единиц в месяц. Каждый год один из братьев по месяцу служил. они менялись и в результате набежала сумма ровно в триста единиц. Вот так. С другой стороны, он послал папе по десять ослов и ослиц обьяченных всякими подарками, но десять братьев. Получается, что, грубо говоря, каждый брат ехал или рядом гнал по ослице и ослу. Получается, что все-таки братьям тоже он как бы ну я не знаю, как это проговорить правильно, но, грубо говоря, в итоге каждый из братьев пришел тоже и принес папе по два осла. Ну да, но принес от него. Принес от него. То есть, это было убедительно для Иакова, что таки да. Вот. А кроме того, понимаешь, а теперь вот все, это наш папа, наш общий папа, вот я там даю, а ты передаешь, везешь, у нас там заслуга в одном деле, так что все хорошо, там игра продолжалась. Что там было с колесницами, почему они так произвели, или это не колесницы вообще были, может это повозки были, какие-то джипы, что именно после этого ожил дух Иакова, и дальше он уже Израиль. А потому что эти повозки ну было запрещено вывозить за пределы Египта без особого разрешения. Дело в том, что технологические секреты они весили всегда много. И поскольку для таких повозок требовалось большое искусство сборки, там определенная древесина, технологии, инструменты, пропорции и так далее, это все было достоянием Египта. И поэтому такие повозки за пределы Египта могли там оказаться только с разрешения очень высокопоставленного чиновника. Ну то есть представляешь, если бы ты увидел, что твоему дому подкатывает ну там я не знаю подкатывает такой ширин другими словами Яков просто ждет когда вернутся сыновья с хлебом, а к нему подъезжает царский кортеж императорский, да еще там с 10 грузовиками каждый, или даже больше. Причем ну они все практически ну если можно так сказать именные, да, то есть пожалуйста это из ну из правительственного гаража, что называется. Вот так. А почему фараон написано, что фараон и слуги его обрадовались, немножко назад отступая. Они обрадовались, потому что они так хорошо относились к Иосифу или какая-то другая еще Причем нет, они чиновники и вот что они видят, вот человек без рода, без племени вот там управляет Египтом ну понятно под контролем и так далее а что у него на уме а какие рычаги там контроля айди знай а когда вся его семья здесь заложники куда он рыпнется теперь он точно будет лоялен верен до последнего дыхания тому что он делает потому что шаг право шаг влево вся семья под контролем вот и все есть рычаги воздействия то есть это что ну вот когда человеку дают полномочия смотрят а как можно в случае там если выйдет из-под контроля из берегов а как можно его там прищучить поставить на место взять под контроль если никак то его не выдвигают ну например по этому принципу дают там провороваться например проворовался о отлично теперь рыпнется посадим статья имеется доказательства налицо а если он такой честный 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 то не не возьмем как его потом контролировать удерживать никак у меня есть я не хочу называть знакомая она бухгалтер от бога выучила там бухгалтерию такую всякую 25 вообще там живет этим ее пригласили на с испытательным сроком в какую-то ну я не хочу называть очень крутую организацию с очень высокой зарплатой с большими там деньгами которыми она ворочила в качестве бухгалтера и так далее все хорошо у нее вот все хорошо ее не взяли и объяснили почему а она не украла ничего могла много а ничего не украла раз ничего не украла значит честно а если она потом украдет а мы не узнаем как ее контролировать вот если она украла мы бы ее взяли на работу все держали бы на коротком поводке а так и не знаю когда она украдет не украли а мы ничего сделать не сможем наконец я это понял я столько лет слушаю ее рассказы про то как она спасает очередную компанию с ее бардаком многолетней бухгалтерии и потом наконец я понял почему ну я не знаю про кого ты сейчас говоришь я знаю про кого я говорю вот и все то есть а там чтобы и по закону было хорошо и чтобы потому было правильно и так далее ну если все по закону и ничего не в кацу владельца какой смысл все может быть это ответ таких у нас есть знакомых мы знакомы не точно знаем светомпетентность карается больше чем некомпетентность ну вот и все это не только в бухгалтериях это и в других местах тоже когда скажем там собирают будущих лекторов смотрят у кого как хорошо получается вот у этих классно все 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 как положено все как мы хотим как мы любим как ожидалось как договаривалось не берем почему а берут какого-то шпындрика который еле-еле душа в теле а его почему а потому что он никогда не поднимется до уровня организаторов и он не будет им конкурентом потом уберут это очень часто был один папа римский ну потом он стал был один кардинал который потом стал сикстом пятым папа римский и он был никаких способностей никаких данных ничего только от нежелания и вот как-то раз когда умер очередной папа римский они там кардинальская куря конклав я уже не знаю как он там называется они собрались для выборов папы римской ни к чему не пришли а время ограничено они решили а возьмем вот этого он там при смерти последние пять лет назначили его пока он там дойдет мы что-нибудь нарешаем вот как только он стал папой римским ожил поднялся и ему говорит как же так болел болел он говорит я что зря пять лет мочился на руки своих молодых служанок вот теперь и я даже не помню сколько он там 11 лет или 18 лет он был папой римским он очень круто там правил вот вот так так что по тому же принципу возьмем на пока кого-нибудь как-нибудь а потом смотришь и все так же кстати и Сталина выдвинули вот на на эту должность пока там бодались между собой большевики пока вот этого возьмем а он оказался самым самым часто бывает вот так вот так давайте поговорим о семейном вопросе или я не знаю где мы сейчас находимся мы уже идем в Египет или мы еще не дошли в Египет или только сыновья пришли там еще красивые там еще красивые есть события между тем как мы вышли но еще не пришли а ну давай давай да ну вот отправился Израиль со всем что у него было кстати значит в этом моменте был мой вопрос как раз вот отправился Израиль со всем что у него было и когда идет перечень всех его родственничков в количестве семидесяти шестьдесят девять это неважно это не тот вопрос меня интересует конкретно перечень детей ты наверное может быть потом скажешь или мой вопрос позже перечень детей Шимона меня вот тут вот очень интересует сорок шесть десять очень детально все я ушла а ты может быть раньше что-то хотел спросить тогда очередность ты пожалуйста сам как-то реши хорошо а с Шимоном что то что сын хенан я говорю тут большая просто рабыня изаура как бы сказать Шимоном начинается перечисление его сыновей сначала идет все хорошо ему муэли ямин ноат яхин цуар дальше идет и шауль запятая и сын кинанаид и вот тут я услышала до этого наверное час назад когда было сказано что Иосиф женился на дочери жреца египетского египетского жреца так давайте же определимся вы же наверное знаете ты же наверное знаешь Израиль что я сейчас буду спрашивать я буду спрашивать я следую конечно знаешь конечно знаешь так я не могу понять первый вопрос я спрошу красиво почему шауль стоит как будто бы вообще не требует объяснения имя шауль кто он такой стоит интересно и шауль обыкновенно не выделено запятая вот это штучки Торы извините шауль шауль мы ничего не объясняем и дальше идет сын кинонаид окей теперь мы открываем что говорит киноненки давай по русски киноненки хорошо но извините пожалуйста там же четко есть определенное пояснение что никак тут наверное надо лингвистически понять ее стали называть кинонаид у них значит так 8 лет она родила родила нас над для начала а потом ты скажешь нет хорошо а потом она сказала я вообще не выйду из Египта пока мы с Шимоном нет ты не возьмешь меня в жены он берет ее в жены и от этого брака рождается сын которого зовут Шауль вот это моя версия которая последняя так значит это не только твоя версия это не только твоя версия но эта версия она достаточно спекулятивна она не только твоя это версия многих медрошей ну конечно конечно это я просто на ней остановлю да это достаточно спекулятивная версия потому что есть разные предположения кто это Кананенко это дочь Дины которая родилась от от этого шхема ну царевича шхема сына хамора там версии немерено если еще считать что Шимон и Леви увели с собой женщин и детей шхема то ситуация становится еще более размытой это отдельный вопрос который для меня уже два года назад я его везде его подкидывала этот вопрос с этими женщинами да вот значит итак я не хочу вдаваться в эти версии ну допустим ну самое простое да вот когда много версий хочется найти самую базовую да вот шах простой смысл среди его жен была Хананенко хорошо давайте по имени Дина среди его жен была Дина среди его жен была Дина и что это рассказываю рассказываю он давал тогда благословение с одной стороны это были два внука а с другой стороны это были его два правнука. И давайте тогда вот эту семейную историю как бы откроем, проговорим. Сейчас, предположение, предположение, что Дина оказалась в Египте, это предположение крайне спекулятивно. Почему? Почему мы с другими людьми считаем? 40 лет ей было, она собрала все свои манатки со всеми и пошла в Египет. С какой радостью? 40 лет? 40 лет, это уже женщина взрослая. Хорошо? С какой радостью она оставила семью и ушла в Египте? Какую семью? Со всеми? Она в числе этих 70. В числе 70. А кто это? Кто мама этого Шауля? То есть там... Мама Шауля и есть Дина. О-о-о! Значит, если... Да. Если мама Шауля это Дина... Конечно. То кто жена... Именно вот эта жена египетского жилища. Там начать не кончить. Значит, самое простое... Когда много версий, а мы не знаем, какая из них верна, то действует принцип упрощения, который более известен через европейскую схоластику называется Бритва Акамма. Ищем самый простой смысл. Конечно. Да. Чтобы не приумножать сущности. Это да. Хорошо. Значит, следуя этому принципу, мы легко допускаем, что у Шимона была жена Хананеенко. Вот просто Хананеенко. Хананеенко? Почему она Хананеенко? Иди его знай. История умалчивает в великом множестве версий. Но мы знаем, что жена у Юсефа, дочка египетского жреца, жена Оно другого не как бы не отрицает. Отрицает. Она с одной стороны точка египет. Оно подтверждает возможности. Дай мне сказать. Значит, у Мушарабейну дочка, жена, дочь медианского жреца. Хорошо? Нет. Тамар, дочка Штемма с большой вероятностью. Да. Конечно. То есть тогда эти вопросы были не такими животрепещущими, как сегодня. Ах, она там дочка такого-то идеолога. И чё? Ну, дочка. А он полюбил. А у них дети. Там разница 12 поколений. Это отдельная тема, мы её оставим. Я говорю сейчас, послушай, я говорю сейчас с точки зрения я знаю. Но я говорю сейчас с точки зрения допуска. Если традиция допускает, что Тамар, дочка Шемма, Я говорю сейчас о допущении традиции этого пируэта, этого рассуждения. Ладно. И традиция говорит о том, что цепора дочка медианского жреца возникает простой вопрос. А до 40 лет или до 18, по другой версии, да, у Моше что, не было жены? До цепоры нет? Да. Нет? Нет. А вот традиция допускать, что да, и что она была в числе этих вышедших из Египта. И если допустить, что у него до 18, кстати, до 18 лет египтяне вполне себе женились, между прочим. Возможно. Вот. А цередворец, который не обязан был ограничивать свою гиперсексуальность 18-летнего человека разными там необходимостями. Это очень странная картина. Очень странная картина. Человек, который лезет в любую драку, обладает широчайшими возможностями, но соблюдает целебат. Да, и он такой целебат, целебат. Да, вот. Значит, а если считать, что ему 40 лет, 40 лет в дворце фараона, 40 лет в пустыне паскот и 40 лет потом управлял евреями. Есть такое достаточно широкое убеждение, я ничего противоречащего этому не вижу. До 40 лет у него жена. А кто она? А лохическая еврейка, с которой он совершил там свадебный обряд под хупой со всеми... Мы говорим об Иосифе или об Маше? Я что-то отмечалась. Да, подробности. Ну, конечно. Уля вполне могла быть жена Хананенко. Вот и все. А где собственно Бороджон? Ну, да. Ну, хорошо. за родственницами, которые, строго говорят, такие же идолопоклонники? По сути? Не, я совсем в другом направлении вопрос задала. Меня интересует конкретная Дина и конкретная вот эта линия, а не почему он женился, возможно, на какой-то Хананейке. Это окей, женился и женился. Ну, женился и женился. Назвали Дину Хананейенко, не назвали, назвали другую Хананейенко. Какая разница? У него дети. И что плохого? Все. Можно уже следующий вопрос или мы еще продолжаем? Ну, давай следующий. У меня такой вопрос. Почему из 69 перечисленных прямых нас потомков Якова, почему из них, каким образом из них только две женщины или там были еще и другие, которые не упомянуты? Слушай, там вот хороший вопрос. Значит, там версии немеряно. Одни говорят, что у них рождались только мальчики. Теоретически такое возможно. Да? Значит, другие говорят, нет, просто мальчики упомянуты, рождались там все, кто рождались. Значит, есть еще третий вариант. Мне его подсказал один бывший мой ученик. У него, в отличие от меня, хорошо с математикой. Вот. Он взял, да и посчитал. 210 лет. Значит, 35, ну, условно, да, из 70 человек. Грубо. 35 мужчин, 35 женщин. Берет 35 женщин, умножает на 6 по количеству возможных девочек в семье из 12 веки и возводит в седьмую степень, ну, там, в семь поколений по количеству, ну, там, по сроку фертильности. И все. И за 210 лет он получает цифру 18 миллионов. Если учесть, что 3 миллиона за это время естественно вымерли, потому что их сроки жизни не ограничиваются сроками фертильности, вот, то мы получаем примерно 15 миллионов. Мы знаем, что вышла пятая часть, это примерно 3 миллиона человек, и мы получаем то количество, которое было в пустыне. Значит, это третий путь. Мне он представляется вполне себе, ну, пусть приблизительным, но адекватным, вот, а говорит, что нет, девочек не было, ну, малоубедительно. А почему нельзя просто в Торе прочитать два раза говорится, что у Якова были дочери во множественном числе даже в этой главе? Да, просто они не упомянули. Взял Яков сынов, внуков, дочерей и внучек. То есть, ну, можно предположить, что... Две упомянутые? Две это тоже будет дочерей? Слушай, у него были и мальчики, и девочки, и дочери, и внуки, и внучки. Со всей этой компанией, они всей семьей пришли в Египет. Что в этом Айяйского? Может быть, может быть, что когда, вот, например, Бог говорит Якову, что там иди спокойно, а потом вернешься, ну, понятно же, что Яков не при своей жизни вернется. Может быть, как бы имелось в виду и ты, и жена твоя, и все твои дочери, да? То есть, можно ли из этого сделать вывод, что как бы, ну, жена, так же, как и дети, когда Бог говорит мужчине, то имеется в виду и не только его дети, но его и жена тоже. Да, весь его дом, да, женщина, она тоже человек, да, мы знаем. Ну, то есть, грубо говоря, считается по количеству людей по родоначальникам, да, плюс в отдельных случаях выделяются какие-то дамы, которых нужно упомянуть отдельно. Упомянуть особо, да, когда говорится, вот Израиль, вот Израиль стоит на берегу там моря, или весь Египет там погнался за заявлением, ну, понятно, что не весь, понятно, что Израиль это название народа, понятно, что Бог говорит, а я тебя верну потом, это имеется в виду, что все твое, результат твоей жизни будет, нельзя же понять буквально, ну, капли чернил уничтожило город. Сегодня мы понимаем, что кто-то подписал приказы о бомбардировке Дреддена, ну, или Хиросимы с Нагасакой, не важно, ну, то есть им важно, но нам не очень. Вот, кто-то подписал это дело, капли чернил уничтожило город, ну, если мы будем буквально понимать, вообще с ума сойдет, что же за капли чернил? Через 3000 лет будет говориться о бактериологическом оружии высокой концентрации. Меня на самом деле удивило не то, что я считала всегда, что женщины просто не упоминаются, и вот этот вариант ответа, что там были и другие дочери, и вдучки, но вот две были достойны того, чтобы быть упомянутой отдельно. А кто вторая? Вот я что-то не понимаю, кто вторая, кто один? А кто один? Там в Сырах упомянутая дочка Ашера. Скажи, пожалуйста, значит, по-моему, я не помню, фараон или Ясеф говорит, им не брать своих келим, то есть не брать что, инструменты, что, средства. Келим это посуда. То есть, грубо говоря, бытовыми штуками, не братьтесь бытовыми принадлежностями, да? Да, не заморачивайтесь утварью, да, там. Но при этом все равно Яков берет все, что у него было, или это не считается, имеется в виду людей? Ну, он берет то важное, что для него нужно, там, и все, да, вот, а мелочи он оставляет. Между прочим, здесь есть перекличка с ситуацией, когда он вернулся на, перед встречей с Иссамом, он вернулся на другой берег, чтобы забрать там, не так, в шинчике, там, к эту мелочь. И тут он эту мелочь не берет. То есть, это уже следующий этап отношения к собственности. Ну, отдельный разговор, я не психолог, но, скорее, психолог. Однозначно есть намек, потому что Бог представляется Бог Отца Твоего точно так же, почти, почти точно так же, аж разница в одну букву или в две, в одну, как представился Бог Лавану. И знаешь, что тут еще, по-моему, это очень редкое место, где он сначала говорит «Эль». Да, «Элакеавиха», но вначале он просто говорит «Эль». А «Эль» точнее, а «Эль». Вот, что, ну, интересно, используется древняя форма, как Шем говорил. Вот расскажи, пожалуйста, почему, во-первых, почему в Версави он пошел, Бершебу, да, и почему сказано, что Богу Отца Ицхака, потому что до этого часто говорится там, Отца Авраама и Ицхака. Вот о чем это? Значит, ну, в Бершеве, там, жил Авраам, да, в Бершеве, там он построил жертвенник и принес на нем жертвы, но в отличие от деда, от дедушки и папы, он принес жертвы не Олот, полное всесожжение, которое символизирует полную, полная, как бы, отдачу себя Богу, да, как бы, ну, замену, символическую, понятно, вот, а он принес Звахим, Звахим это, как шлемим, это та жертва, от которой едят и домочадцы, и тот, который сам принес, и все такое прочее, то есть, это принятие Бога в свой быт, в себя, в свой дом, в свои обстоятельства, в свои отношения, в свой быт, это совсем другое, это потом перекликается с ситуацией, когда храм был разрушен, и снова ситуация вернулась, таким образом, его домочадцы получили священнический статус, а стол в доме получил статус жертвенника, алтаря, то есть, таким образом, он всю ситуацию сакрализировал, вместо того, чтобы передать все Богу, он Бога принял к себе, это совсем другой подход, когда евреи лишились храма, Иерусалима, многого разного чего, то, что собрались раввины, мудрецы и так далее, и постановили перенести элементы храмовой службы в дом, в быт, поэтому хлеб и соль, то, с чего начиналось жертвоприношение в храме, вино, которое ели на храмовый жертвенник, и, скажем, не тела отъедаем, не тела отъедаем, это не омовение рук, думают, это воздымание рук, подымание рук, так начиналась любая храмовая служба, и так делали левиты, но, поскольку храма нет, сегодня делали простые евреи все, то есть он, Яков, сакрализировал ситуацию и придал ей другой вектор, не от человека к Богу, а от Бога к человеку, в отличие, скажем, от патриарха, это, сейчас я напомню, значит, есть такое положение в католицизме Деус и Нобелис, Бог в нас, а еврейская, ну, как бы, позиция, это Нобелис и Нобелис, мы в Боге, и таким образом, одно из имен Бога, это Маком, место, поэтому виды заповеди различаются по принципу Бен Адамле Хаваро, между человеком и его товарищем, Бен Адамле Маком, между человеком и местом, то есть Богом. Получается, что все, что мы видим, это Бог. Вот это, это тот посыл, который создал Яков в Большеве перед тем, как спуститься в Египет. И тогда ему Бог говорит, не бойся, спрашивается, что бояться. Вот он празднует, он, все у него хорошо, сын нашелся, ситуация решается, чего бояться. И большинство комментаторов говорят, он боялся ассимиляции. Почему? Потому что, хотя ханаанейцы вокруг были и злопоклонниками не меньше, чем египтяне, но в Египте уровень культуры, технологии и так далее, инфраструктура была развита, был не в пример выше. и вот этот блеск новой цивилизации, для них новой, для себя, конечно, старой, он был опасен для простых скотоводов, которыми тогда были уже дети Иакова. И поэтому он боялся. Теперь, он обращался к Богу своего отца Ицхака, что неизвестно, что Ицхак его отец. Известно, но это напоминание о том, что как братья приняли Иосифа, и как Иосиф принял братьев, как восстановились их отношения, так он символически восстановил отношения со своим отцом Ицхаком, с которым отношения были испорчены. Очень сильно мы знаем, почему. Кроме того, есть еще один комментарий, который говорит, что Ицхаку было сказано Богом никогда не покидать территорию Израиля, ну, Ханаана, тогда еще. И вот Ицхаку было сказано не покидать, а ему было сказано покидать. И он приносит жертвы Богу своего отца Ицхака. То есть это было его пожеланием, его молитвой о возвращении из Египта, где мы это видим, когда он говорит в разговоре с фараоном лагур вначале, а потом ла шевет. Значит, лагур это временно пожить, ла шевет это осесть. и и поэтому его пожелание это пожелание вернуться из Египта в Канаан так же, как в Канаане был его отец. Поэтому те, кто читают Тору Поверхность, они говорят, о, Бога Враам это одно, Бога Ицхака другое, Бога Якова это третье. Нет, это то же самое. Просто с Авраамом, Авраам Бог открывался одним аспектом, одним видом отношений, Ицхаку другим, Якову третьим. Но это все один Бог. И поэтому, когда он обращается к Богу своего отца Ицхака, то мы видим, что восстанавливаются отношения с Ицхаком, есть просьба о том, чтобы вернуться из Египта и так далее. Бог говорит ему, да, я не бойся, сходи, и я буду с тобой и тебя выведу. Вот. Ты выйдешь с большим состоянием. И вот тогда есть интересный момент, что Яков посылает человека от Иуды к Йосефу. Там написано леораа. Ораа это показать дорогу. Но ораа это еще инструкция. Отсюда, кстати, Тора, да, инструктирующая. Ораа, наставление. Значит, можно прочесть, чтобы показать дорогу. Это простой смысл. Никто его не отменяет. А есть комментарий Вавилонского Талмуда, который говорит, что ораа это просвещение. И тогда человек, который по этому поводу есть комментарий, что Иуда посылает к Йосефу человека для организации двух еврейских школ. С учетом знания национальной психологии, ну, семейной тогда еще, понятно, что должен быть выбор. если нет выбора, то все плохо. Вот. В эту школу отдам, в эту школу не отдам, ну, как обычно. Значит, то есть, это как прививка от будущей ассимиляции. Не гарантия, конечно, но как средство профилактирую, ну, как профилактирующее будущее ассимиляцию. А вот, профилактика ассимиляции. И да, это получилось. То есть, Вавилонский Талмуд приводит реплику Иуды, почему он послал человека для организации двух еврейских школ. Я цитирую Вавилонский Талмуд в русском переводе. Он сказал, как же мы не ассимилируем все Египте, и он на это сказал, учиться, учиться, еще раз учиться. Это сказал не Владимир Ильич Ульянов Ленин. Он просто процитировал. Это сказал Иуда, сын Якова, три с половиной тысячи лет тому назад. Учиться, учиться, еще раз учиться. Правда, Ленин присовокупил учиться коммунизму, но, слава Богу, предки наши большевиками не были, так что обошлось. Вот так. На пути в Бершебу у него уже было решение идти, или это была пауза, чтобы понять, что думает Бог? об этом история умалчивает, но он шел в Египет, а по пути остановился в Бершебе. И там видишь, у Якова, мне кажется, уже можно выделить такую практику, что он приходит куда-то принести жертвы и после этого Бог с ним говорит. Да. 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 Вот. Хорошо. Тогда знаешь, что еще? Ну, ты уже, я уже забыл, когда ты рассказывал. Подождите, я только отойду, мне надо окно закрыть. Буквально одна, даже меньше минуты. Сейчас. Да, продолжай. Значит, просто, когда мы оцениваем решение, мотивы, размышления и так далее, чувства персонажей, описанных в таре, то для того, чтобы этот анализ превратился в осмысление, для этого нужно очень хорошо покопаться в контексте. В документах того времени, в литературе того времени, в описаниях там через археологические находки и так далее, тогда картина происходившего станет более ощутимые, более понимаемые, больше аспектов понимания будет. Поэтому, когда мы оцениваем логику предыдущих поколений, то мы рискуем экстраполировать, перенести свои представления, свои алгоритмы и так далее на них, а возможно они руководствовались совсем другим. то есть, вот простой пример, когда у Дона Искака Барбанеля мы читаем о законах ведения войны по отношению к евреям того времени, то он говорит о бегстве. Бегство это один из результатов войны или там способ уйти от нее. Но это не война, строго говоря, да? Для современников это нонсенс, для нас сегодня тоже. А для евреев того времени, которых гоняли там на всех континентах им известны, там Африка и Европа. Это ну а что им было делать-то, да? И когда ситуация переменилась, то появилось еврейское пиратство ну как понятие и все. И вот все рассуждения о бегстве как о способе ведения войны оказались нерелевантны. А прошло всего несколько лет. Значит, для того, чтобы оценить там выводы, решения, мотивы и так далее, нужно очень четко знать исторический контекст. Иначе мы рискуем просто ну попасть в такой ну в анахронизм такой тяжелый, мировоззренческий. приписывать предыдущим там героям, пока не важно, персонажам логику наших нашего решения. И все. Да, но ты не случайно выбрал Дон Ицх Абарбанеля, потому что он очень в направлении Иосифа. Причем он его переплюнул, правда? Иосиф только, да, он был только министром одной страны, а Абарбанель был пяти кажется, или шести. И поэтому ему было очень хорошо понятно логика Иосиф или не логика, ну каким-то образом. я специально выбрал Абарбанеля, да, ты права. А, окей, специально, значит не ошиблась, а специально. Нет, не ошиблась. То есть сегодня, ну скажем так, когда оценивают поведение Якова, то одни его критикуют за одно и то же действие, одни его критикуют, ну считая там проявление слабости, а другие восхваляют, считая проявлением силы или мудрости. Вот и все. А если посмотреть, кто, какую позицию занимает, то мы увидим, что те, кто жили в условиях давления, не важно, там политического, военного, религиозного и так далее, вот, они его хвалят. Вот молодец, выкрутился. А те, кто был окружен другими ценностями, ну как Нахманит, например, его критикуют. Ну как, надо было иначе. Ты же мужчина. Вот. То есть если мы почитаем Цвиуда Гирш, который был, ну вот, во время становления Второго Рейха в Германии, каждая, ну не каждая вторая, но каждое десятое слово нация, потому что они жили этим. И то, что касается строительства нации, очень хорошо прокомментировано именно им. И он создал целое направление в иудаизме, которое называется Тора им Дера Херрис. Тора и самым главным борцом священия. Конечно, конечно, конечно. Вот. А возьмем этого Воложинского Рейба, нациба, который поддержал сионистское движение, и мы увидим другие выводы из того же самого. И они не противоречат друг другу, потому что для его поколения он был прав. Для тех, кто окажется в ситуации его поколения, вот алгоритм поведения. Одна и та же ситуация. Возвращаемся конкретно к Торе и конкретно к происшествиям Торы. Не разные комментаторы, а одинаковые ситуации. Возвращаемся еще раз к этому, если вы разрешите, к Йосефу, который просидел вместо положенных и вроде заслуженных 10 лет, он просидел на 2 года больше. Почему? Потому что у него было недостаточно бетахона к Богу. Правильно? Он пошел и сказал, дорогой виночерпи, если ты там, так не забудь про меня и ждал, ждал, не дождался. Но получил свою погоду на погоны, как говорится, 2 года дополнительно. Теперь мы уходим от Иосифа и идем к Якову. Такая же ситуация. Он готовится к встрече с этим, с Исавом. Он уже все сделал, все, что мог. И послал подарки, и войну, и разделил свою семью. В общем, все, что он мог сам сделать, он сделал. И все равно боялся. у него тоже было недостаточно бетахона получается. Почему ж тогда он не получил погоду на погоны, а это как бы ушло на нет. Ну, двоих же не было достаточно. Ну, двоих же не было достаточно. Послушай, значит, мы про Исава, встречу с Исавом говорили в предыдущий раз, таки да. Окей, тогда снимаем. интересно посмотришь. Вот. Теперь, то, что говорят про Исава, что он получил дополнительные два года, есть такой комментарий. Но можно его принимать, а можно не принимать. Человек сидит в тюрьме, и у него есть шанс выйти, и он пытается этот шанс использовать, а не пренебрегать им. почему же ему это ставят в вину? И рассчитывают, что еще два года. По-моему, ему следовало бы поставить вину, если бы он не пытался воспользоваться этим шансом. По-моему, тоже. Но ему было положено 10, а почему же он 12 просидел? Значит, что положено, а сколько оказалось, мы знаем только, сколько оказалось, а сколько положено, это предположение. Никому Бог не дал честное пионерское, когда рассказал, сколько положено сидеть в сад Юсеф. Хорошо? Поэтому оставим на совесть этих комментаторов достаток веры, недостаток веры. Знаешь, если бы вот эти комментаторы оказались, не дай Бог, в положении Юсефа, вот тогда бы я послушал их комментарии. Это последнее было совершенно точно, абсолютно. вот и все, поэтому умничать, ах, он должен был так, ну что должен был, нельзя судить человека, пока не будешь в его шкуре, есть такое положение. Все. Так, есть предложение попробовать добить эту главу, Таня, по-моему, у тебя было, да? Да. Вопрос такой, Бог говорит, Яков, не бойся идти в Египет. Почему Богу важно, чтобы он не боялся, и почему это один, по-моему, одно из наиболее часто употребляемых Богом, когда он обращается к людям? Потому что он обращается к людям не как к рабам Божьим, а он обращается как к партнерам, у которых есть чувства, мысли, их чувства надо уважать. И поэтому он показывает пример уважения к чувствам того, кто является подчиненным, подданным и так далее. Вот и все. И если мы считаем, что он создал наши души, то он относится к нам по-родительски. А хорошие родители не давят детей, не пренебрегают их чувствами. Даже неважно, их чувства вызваны игрушкой в виде лягушечки, и он сейчас живет этой лягушечкой. Поэтому не надо на нее наступать или закидывать куда-то и все. Вот сейчас ребенок испытывает эти чувства, ну значит надо уважать эти чувства, в той мере, в какой они не мешают самому ребенку и семье. Все. Яков боялся? Боялся. Ну человеческое чувство, боялся. Все. Так он ему говорит не бойся. Так это проявление любви и заботы. все. Спасибо. Мы можем понимать, что лягушечка пустое место, что она про нее забудет через полминуты. Но сейчас оно так, уважай чувства. Если есть возможность уважать, уважай. Мне хотелось бы вернуться к Бершеве. Правильно я понял из твоего объяснения, что это было, ну как бы он, ну мы бы сегодня сказали это богослужение. Он устроил для членов своей семьи, ты сказал про многочисленные жертвы, не одна многочисленная написана. Да. И это похоже на то, что Маше Робейну делал, когда вот там было старейшины, у них такой был сакральный пир в присутствии Бога. Это что-то похоже? Может быть, да, я не готов утверждать наверняка, потому что есть комментарии, которые говорят так, что они были, сидели в присутствии Бога, ели и пили. Да, и видели Бога, как такой огромный сапфировый кирпич светящийся, ну блок, неважно. Значит, одни говорят, что это упрек, вот видишь Бога, сам сидишь, ешь и пьешь. Другие говорят, что никакого упрека нет, это нормальный способ человека, ну, как бы прославить того, кого уважаем и любим. А кто-то говорит, что они видели Бога, и это было для них едой и питьем. Я не знаю, какое из этих объяснений верны. Вот. Следуя описанию того, как с точки зрения Рамбама праведники в раю видят Бога, это очень похоже на эффект от употребления опиума. Ну, я вообще про Якова спрашивал. Да. Что это была такая семейная церемониальная вещь, связанная с жертвоприношением и поклонением Богу, или, ну, это то, что мне нарисовалось после твоего рассказа. Может быть, это было первый раз, а до этого не было. Может быть, это была принятая практика, но первый раз она упомянута, а была и раньше, но мы об этом не знаем. Вот. Об этом история умалчивает, поэтому все предположения позволительны, утверждать, не опровергнуть их, не вижу возможностей и необходимостей, кстати. Вот. А то, что важно, что он приобщил членов своей семьи к важному религиозному действию. где они отказались в роли священников. И потом эта ситуация была перенесена на первый храм, на второй и так далее. А сегодня она, та ситуация, которую создал Яков тогда в Бершеве, сегодня она общепринята на национальном уровне. и хорошо. Сегодня она нас возвышает. Более того, она нам позволяет через атрибуты возвращать сознание каждого следующего поколения к тем событиям, к тем именам, к тем ценностям. И сегодня оно, да, работает, и мы видим, как это происходит. Когда Йосеф отбирал делегацию для фараона, почему он выбрал, кого он выбрал и почему столько, сколько он выбрал? Он выбрал пять человек и там написано к ценим, по-моему, да, крайних, к ценим. Ты сейчас про какое слово, какой пособ говоришь? Я номер тебе не назову, просто когда он выбирает пять братьев для разговора с фараоном, он выбирает, там написано крайних в русском переводе, а на иврите, если я не ошибаюсь, в оригинале использовано слово к ценим. Ты рассказывай, я пока посмотрю. Да, так вот, одни говорят, что эти к ценим, большинство комментариев, комментаторов склоняются к тому, что к ценим это самые незначительные, крайние, вот, а другие говорят, что самые лучшие. Есть и такое мнение тоже. Значит, те, которые утверждают, что к ценим это крайние в смысле самые незначительные, с тем, чтобы фараону не захотелось назначить всех братьев на высокие государственные должности, с тем, чтобы они не ассимилировались, была его забота, забота Юсефа. Другие, кто говорит, что к ценим это самые лучшие, он хотел показать, насколько они хороши. то есть, другая логика, но в пользу этой версии говорит о том, что какие слова они должны были сказать, что мы... Я не знаю, мекца или мекце, мекца, ахав написано. Мекце, мекце, это от слова кец, конец, к ценим это крайний. Мекце, ну, с краю. Так вот, на современном еврике кацин это офицер, фланговый, буквально, потому что на флангах ставили самых лучших. Так же, как это происходило в римской армии, в легионах. Фланговый это самый лучший, потому что самая большая опасность была с фланга для строя солдат. Поэтому раввины и те, кто занимаются торой, называются кциней тора. Или кцин тора это раввин. Офицер торы, буквально. Фланговый торы. Фланговый. Вот. Значит, вот этих братьев он пять человек выбрал. каких именно и по какому принципу по этому поводу есть разногласия. Ну да, ну вот я слышал сегодня, что он взял именно сынов-служанок, потому что они бы следовали инструкциям и выглядели бы скромнее перед фараоном. Да, но они, да, но он перестарался в таком случае, потому что они ну как-то сказать, унизили себя перед перед фараоном. Он им сказал, дал текст, а они его переначали. Они раболепствовали перед фараоном. Этого не надо было делать, потому что если, ну, на какую ступень ты себя ставишь, на той ступени и останешься. Вот. Им было сказано, что скотоводы и пастухи. А они сказали пастухи. То есть пастух, он пасет стада. Он может пасти свои стада, может пасти чужие стада. А вот аншей миквы это люди скота. Правильно, да? По-русски плохо звучит. Это скотоводы. То есть это владельцы скота. те, которые распоряжаются им, как своим. Они как пастухи, которые могут своим, а могут чужим. Вот. И таким образом они себя унизили. такое самоуничижение. Не выдержали. Вот. Слушай, я бы еще хотел к Шимону вернуться. Значит, Шимона он задержал, пока братья уходили первый раз. Так? Да. Да. Вот. И получается, что ну вот если мы говорим про Иуду, про то, что это восстановившийся праведник или перетрансформировавшийся грешник. Это исправившийся грешник. Сейчас. Это праведник, который оступился. Вот так. Да? Но исправился. Да. Если посмотреть на Шимона, судя по истории, то на пользу ему пошло время в заключении, пока он ждал братьев, потому что в итоге он растворился в Иуде, то есть он соединился с Иудой. Да. он сохранился до сих пор, получается. Да. Да. Но пуль. У нас уже почти три часа, я предлагаю какие-то заключительные вопросы по голове или что-нибудь еще вас беспокоит и на этом закругляться. Почему Гоушен? Потому что это была самая лучшая земля или есть какие-то еще другие причины? Она была лучшая для скотоводства. Это восточная часть дельты Нила, которая включала в себя острова дельты Нила. Дело в том, что там почва и климат подходили для скотоводства. Трава хорошо росла и растет до сих пор. Но сейчас в меньшей степени. А вот острова дельты Нила, они просто чудесно подходили для скотоводства. В результате людям требовалось пять трудодней в году. Привез скот на этот остров, высадил его и вернулся обратно. То есть всего трудов было обеспечить водопой, ну чтобы крокодилы их не сожрали. Вот. И все. И привезти и увезти. Больше ничего. Потому что болезней нет. Других хищников кроме крокодилов нет. Но там умели защищать скот от них. Вот. Еды полно, воды полно, тени полно, воров, врагов никаких нет. Все. Привез скот на этот остров, проверил, там водопоезд защищен, не защищен. Все. И сколько надо отвез. Пять трудодней в году. В результате у людей с мозгами, амбициями и характером куча времени и еще и деньги. Вот. И вместо того, чтобы там совершенствоваться в законах Тора, этики и так далее, вот, они естественно заинтересовавшись Египтом, вот, осуществили все страхи Якова, когда расселились по всему Египту, начали там учиться, взаимодействовать, конкурировать между собой, конфликтовать, привлекать к конфликтам местное население, становиться еще более конкурентоспособным, выдвигаться в обществе, а при этом административной власти у них не было, был только Юсеф и все, все остальное это были чиновники и жрецы, местная аристократия, военной власти у них тоже не было, а при этом они богатели, и поскольку те чиновники, которых Юсеф назначил для для сбора, контроля, учета, распределения урожаев в качестве профилактики голодных лет, дополнительные 20%, они же себя не уволили, чиновничий аппарат только разрастался, а что народ видит, что голода уже нет, а налоги мы продолжаем платить, а вот эти чиновники, а чиновники что, они скажут, что это мы виноваты, нет, вот, и все, и дальше они сказали, а вот кто виноват, еврей виноват, это же они все придумали, их там Юсеф все придумал, и вот они, налоги они платят меньше, работают меньше, в результате они благополучнее нас, и у нас страну выдергивают как коврики из-под ног, то есть все социалистические преобразования Юсефа, которые он провел, не будучи ограниченными, привели евреев к той ситуации, в которой оказались спустя три с половиной тысячи лет, да, вот, сначала в качестве крыслов отпущения, вот они жирные, вот они слабые, в административном военном отношении, идеология тоже не у нас, идеология у жрецов, а те из евреев, которые выбились в свивки общества, быстренько отказались от своего еврейства, и мы знаем, что из Египта вышла только пятая часть, вот, говорят, что там четыре пятых погибло во время казни темнотой, допустим, но были евреи, которые ассимилировались, и те, кто утверждали, не, евреи не ассимилировались, нет, ну как нет, имена Пенхас, Моше, Шифра, Батья, По, это египетские имена, кухня тоже, то, что евреи не говорили по-египетски, это бред, а на каком языке Машарабейну говорил с фараоном, что фараон учил древнееврейский, что ли, или там эти египтяне изучали язык рабов, никогда такого не было, вот, все, значит, да, говорили по-едине, не между собой, но говорили, да, так что все было, и то, что Юсеф переселил в города, и из городов переселял из одного в другой, тоже вспомнили, и то, что все стали рабами фараона, по отношению друг к другу все остались на том же уровне зависимости, вся иерархия сохранилась социальная, вот, а по отношению к фараону они в собственном представлении стали рабами, ну, вот, как у них были рабы, так и они рабы фараона, в этом смысле ничего не изменилось, а внешнюю политику он тоже контролировал, то есть и внутреннюю он контролировал с помощью манипуляций излишками продовольствия, одних подкармливал, других нет, вот вся разница, ни с кем воевать не надо было, вот, то есть и урбанизировал Египет, и взял под контроль египтян, и в городе, и в деревне, и, а евреи остались с козлами отпущения, с одной стороны у них много, а с другой стороны они социально слабы, и все, такие предпосылки позволили их использовать в том качестве, отсюда содержание следующих глав по поводу порабощения, так что вот так, хорошо, тогда мы благодарим тебя за урок, Исраиль, и можем перейти к неформальному, бесцензурному общению, спасибо, на здоровье, на здоровье, на здоровье, Продолжение следует...